Анна Григорьевна Достоевская. Воспоминания. Москва. Художественная литература. 1981 год. Рукопись воспоминаний Достоевской хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина и представляет собой 792 больших листа, переписанных рукою автора. Воспоминания. Предисловие к воспоминаниям. Я никогда прежде не задавалась мыслью написать свои воспоминания. Не говоря уже о том, что я сознавала в себе полное отсутствие литературного таланта, я всю мою жизнь была так усиленно занята изданиями сочинений моего незабвенного мужа, что у меня едва хватало времени на то, чтобы заботиться о других, связанных с его памятью делах. В 1910 году, когда мне по недостатку здоровья и сил пришлось передать в другие руки так сильно интересовавшее меня дело издания произведений моего мужа, И когда по настоянию докторов я должна была жить вдали от столицы, я почувствовала громадный пробел в моей жизни, который необходимо было заполнить какую-либо интересующую меня работой. Иначе, я чувствовала это, меня ненадолго хватит. Живя в полнейшем уединении, не принимая или принимая лишь отдаленное участие в текущих событиях, я мало-помалу погрузилась душою и мыслями в прошлое, столь для меня счастливое, и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней жизни. Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком, тем более, что я была уверена, что моими записями заинтересуются мои дети, внуки, а может быть, и некоторые поклонники таланта моего незабвенного мужа, желающие узнать, каким был Федор Михайлович в своей семейной обстановке. Из этих разновременно записанных в последние пять зим, 1911-1916, воспоминаний составилось несколько тетрадей, которые я постаралась привести в возможный порядок. Не ручаясь за занимательность моих воспоминаний, могу поручиться за их достоверность и полное беспристрастие в обрисовке поступков некоторых лиц. Воспоминания основывались главным образом на записях и подкреплялись указаниями на письма, газетные и журнальные статьи. Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей, растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и прочее. Но в 70 лет научиться новому трудно, а потому допростят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Федора Михайловича Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками, таким, каким он был в своей семейной и частной жизни. Часть первая. Детство и юность. Глава первая. Мое появление на свет Божий. С Александра Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания. Так, в единственной приходской церкви, ныне монастырской лавры, находящиеся над главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования святого Александра Невского, в доме, принадлежащем лавре, и давал мне молитву, и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александра Невской лавры погребен мой незабвенный муж, и, если будет угодно судьбе, найду и я, рядом с ним, место своего вечного успокоения. Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александра Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире. Родилась я 30 августа 1846 года в один из тех прекрасных осенних дней, которые словут под названием «Дней Бабьего лета». И до ныне праздник святого Александра Невского считается почти главенствующим праздником столицы, и в этот день совершается крестный ход из Казанского собора в лавру и обратно, сопровождаемый массою свободного в этот день от работ народа. Но в прежние далекие времена день 30 августа праздновался еще торжественнее. Посредине Невского проспекта на протяжении более трех верст устраивался широкий деревянный помост, по которому на возвышении, не смешиваясь с толпой, медленно двигался крестный ход, сверкая золочеными крестами и хоруглями. За длинной вереницей духовных особ, облаченных в золоченые и парчевые ризы, шли высокопоставленные лица, военные в лентах и орденах, а за ними ехало несколько парадных золоченых карет, в которых находились члены царствующего дома. Все шествие представляло такую редкую по красоте картину, что на крестный ход в этот день сбирался весь город. Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне Лавре, во втором этаже. Квартира была громадная, комнат 11, и окна выходили на ныне Шлиссельбургский проспект и частью на площадь перед Лаврую. Дом в том же виде существует и теперь. Примечание Достоевской. Семья была большая, старушка-мать и четыре сына, из которых двое были женаты и имели детей. Жили дружно и по-старинному гостеприимно, так что в дни рождения и именин членов семейства на Рождестве и Святой все близкие и дальние родные собирались у бабушки с утра и весело проводили время до поздней ночи. Но особенно много собиралось гостей 30 августа. Так как при хорошей погоде окна были открыты и можно было с удобством посмотреть нашествие, а, кстати, и побыть в веселом знакомом обществе. Так было и 30 августа 1846 года. Моя матушка, вместе с прочими членами семьи, вполне здоровая и веселая, радушно встречала и угощала гостей, а затем скрылась. И все были уверены, что молодая хозяйка хлопочет во внутренних комнатах насчет угощения. А между тем моя матушка, не ожидавшая так скоро предстоявшего ей события, вероятно, вследствие усталости и волнения, вдруг почувствовала себя нехорошо и удалилась в свою спальню, послав за необходимую в таких случаях особую. Мать моя всегда пользовалась хорошим здоровьем, у ней уже прежде рождались дети, а потому наступившее событие не внесло никакой суматохи и волнения в доме. Около двух часов дня торжественная обедня в соборе окончилась. Загудели звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из главных ворот лавры раздались торжественные звуки, стоявшие на площади военной духовой музыки. Лица, сидевшие у окон, стали сзывать остальных гостей, и были слышны восклицания «идет, идет», тронулся крестный ход. И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слышанных моею матушкую, тронулась и я в мой столь долгий жизненный путь. Про обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет, я слышала впоследствии от разных дядюшек и тетушек, бывших в тот день в гостях, много рассказов с разными вариациями и комментариями примечания Достоевской. Торжественная процессия прошла, и гости стали собираться домой, но их удержало желание проститься с бабушкой, которая, как им сказали, прилегла отдохнуть. Около трех часов в залу, где были гости, вошел мой отец, ведя под руку старушку-мать. Остановившись среди комнаты, мой отец, несколько взволнованный происшедшим событием, торжественно провозгласил, дорогие наши родные и гости, поздравьте меня с великую радостью, Бог даровал мне дочь Анну. Отец мой был чрезвычайно веселого характера, балагур, шутник, что называется душа общества. Думая, что это известие праздничная шутка, никто ей не поверил, и раздались восклицания не может быть. Григорий Иванович шутит. Как же это возможно? Ведь Анна Николаевна все время была тут и так далее. Тогда сама бабушка обратилась к гостям. Нет, Гриша говорит правду. Час тому назад появилась на свет моя внучка Нюточка. Тут посыпались поздравления, а из дверей выступила девушка с налитыми бокалами шампанского. Все пили за здоровье новорожденной, ее родителей и бабушки. Дамы бросились поздравлять родильницу, в те времена не было докторских предосторожностей, и целовать маленькую, а мужчины, пользуясь отсутствием дам, прикончили припасенные бутылки шампанского, провозглашая тосты в честь новорожденной. Таким-то торжественным образом было встречено мое появление на свет Божий. И, как все говорили, это было хорошим предзнаменованием насчет моей будущей судьбы. Предзнаменование это впоследствии исполнилось. Несмотря на то, что мне пришлось перенести много материальных невзгод и нравственных страданий, я считаю свою жизнь чрезвычайно счастливую, и я ничего не хотела бы изменить в моей жизни. Скажу несколько слов о моих родителях. Род отца был из Малороссии, и прапрадед носил фамилию Снитко. Прадед, продав имение в Полтавской губернии, переселился в Петербург, уже именуясь Сниткиным. Мой отец воспитывался в петербургской школе иезуитов, но иезуитом не сделался, а всю жизнь оставался добрым и простодушным человеком. Мой отец рассказывал странный эпизод из своего детства. Когда ему было лет десять, он шел зимой рано утром около семи в свою школу по набережной Фонтанке. Около Аничкова дворца к нему подошел какой-то высокий, хорошо одетый господин, рядом с которым стояла бедно одетая женщина. «Господин остановил мальчика и сказал, хочешь сделать доброе дело, пойдем со мной и будь крестным отцом моего сына, а это твоя кума», — прибавил он, указывая на старушку. Отец мой был смелый мальчик и, не колеблясь немало, пошел за господином и старушкой. Пришли в какой-то богатый дом, где ожидал священник, и тотчас началось крещение младенца. После того, как ребенка окрестили, священника, кума и куму угостили чаем и сластями, а господин дал обоим кумовьям по червонцу. Так как папа опоздал в школу, то вернулся домой и рассказал, что с ним случилось. Ему объяснили, что существует поверье, что если все дети в семье умирают, то, чтобы новорожденный остался жить, надо, чтобы его окрестили первые люди, которые попадутся отцу ребенка навстречу. Такую кумою попалась навстречу старушка, а кумом явился папа. Впоследствии мой отец получал на Рождество и Святую подарки от своего крестника, а раз был позван, чтобы благословить крестника, когда тот был болен при смерти. Существует также поверье, что молитва и благословение крестного отца и матери спасают младенца от смерти. Крестник поправился. Впоследствии отец мой потерял своего крестника из виду. Отец называл его фамилию, но я ее забыла. Примечание Достоевской. Служил мой отец в одном из магистратов или департаментов. Мать моя была родом из Швеции, из почтенного рода Мельтопиус. Какой-то из ее прадедов был лютеранским епископом, а дяди — учеными. Это доказывает прибавление окончания «еус», что учеными делалось из какого-то кокетства, вроде прибавления частицы «д» или «фон». Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора. Посетив однажды Або проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений. Отец моей матери, Николай Мельтопиус, был помещиком в Санкт-Михельской губернии, и вся семья жила в имении, кроме сына Романа Николаевича, который воспитывался в Московском землемерном институте. Когда он окончил курс и получил место в Петербурге, то продал имение отца, к тому времени умершего, и перевез всю семью в Петербург. Здесь моя бабушка Анна Мария Мельтопиус вскоре скончалась, а моя мать с двумя сестрами осталась жить у брата. Мать моя была женщина поразительной красоты. Высокая, тонкая, стройная, с удивительно правильными чертами лица. Обладала она также чрезвычайно красивым сопрано, сохранившимся у ней почти до старости. Родилась она в 1812 году, и когда ей было 19 лет, обручилась с одним офицером. Им не пришлось обвенчаться, так как он принял участие в венгерской кампании и был там убит. Горе моей матушки было чрезвычайное, и она решила никогда не выходить замуж. Но годы шли, и мало-помалу горечу траты смягчилось. В том русском обществе, где вращалась моя мать, были любительницы сватать. Это было в тогдашних обычаях. И вот на одно собрание, собственно, для нее, пригласили двух молодых людей, искавших себе невесту. Мать моя им чрезвычайно понравилась. Но когда ее спросили, понравились ли ей представленные молодые люди, то она ответила, нет. Мне больше понравился тот старичок, который все время рассказывал и смеялся. Она говорила про моего отца. В прежние времена люди за 40 лет считались уже стариками, а папе тогда было уже 42 года. Родился в 1799 году. Папа весело и приятно провел свою молодость, но под влиянием строгой матери жил сдержанно, а потому в 42 года представлял из себя человека здорового, крепкого, румяного, с прекрасными голубыми глазами и цельными зубами, но с порядочно поредевшей шевелюрой. До кончины своей матери папа не предполагал обзаводиться семьей, а потому бывал в обществе в качестве приятного собеседника, но отнюдь не жениха. Его тоже представили моей матери, и она ему очень понравилась, но так как она плохо говорила по-русски, а он плохо по-французски, то разговоры между ними не очень затянулись. Когда же ему передали слова моей мамы, то его очень заинтересовало внимание красивой барышни, и он стал усиленно посещать тот дом, где мог с ней встретиться. Кончилось с тем, что они полюбили друг друга и решили пожениться. Но перед ними стояло серьезное препятствие. Мама была лютеранкой, а по понятиям папиной православной семьи жены должны были быть одной веры с мужьями. Дошло до того, что папа решил спойти против семьи и жениться, даже если пришлось разойтись с некоторыми из ее членов. Мама об этом узнала, и, боясь внести раздор в столь дружную семью, долго была в затруднении, перейти ли в православие или отказаться от любимого человека. На ее решение повлияло одно обстоятельство. Поздно ночью, когда на завтра ей предстояло дать решительный ответ моему отцу, она долго молилась на коленях предраспятием и просила Господа Бога прийти к ней на помощь. Вдруг, подняв голову, она увидела над распятием яркое сияние, которое осветило всю комнату и затем исчезло. Это явление повторилось еще два раза. Моя мать приняла это за указание свыше решить тяготивший ее вопрос в благоприятном для моего отца смысле. В ту же ночь она увидела сон, будто она вошла в православную церковь и стала молиться у плащаницы. Этот сон был тоже принят ею как указание свыше. Можно представить себе ее изумление, когда две недели спустя, приехав на обряд миропомазания в Симеоновскую на моховой церковь, она увидела, что ее поставили у плащаницы и что окружающая обстановка совершенно та же самая, какую она видела во сне. Это успокоило ее совесть. Сделавшись православной, моя мать стала ревностно исполнять обряды церкви, говела, причащалась, но молитвы на славянском языке ею трудно усваивались, и она молилась по шведскому молитвеннику. Она никогда не раскаивалась в том, что переменила религию. Иначе, говорила она, я бы чувствовала себя далеко от мужа и детей, а это было бы мне тяжело. Но прожили мои родители вместе около 25 лет и жили очень дружно, так как сошлись характерами. Главой дома была моя мать, обладавшая сильной волей. Папа добровольно подчинился маме и отвоевал себе лишь одно — свободу разыскивать и покупать на Апраксином и других рынках, антиквариев тогда было масса, разные редкости и диковинки, а преимущественно ценный фарфор, в котором он понимал толк. Первые годы своей брачной жизни мои родители прожили вместе с бабушкой и многочисленной семьей. Но когда лет через пять бабушка скончалась и семья распалась, моя мать уговорила отца купить дом у Николаевского сухопутного госпиталя. А вместе с домом — громадный участок земли, около двух десятин, занимавший пространство, где теперь Ярославская и Костромская улицы, и выходившие на Малую Болотную улицу до самой фабрики Штиглица. Первое мое сознательное воспоминание относится к апрелю 1849 года, то есть когда мне было два года восемь месяцев. Во дворе нашего дома был ветхий сарай. Мама решила его разрушить и построить новый. Рабочие собрались, сделали что надо, и оставалось только свалить сарай на землю. Моя мать вышла на стеклянную галерею, чтобы посмотреть издали, как это будут делать, а за нею потянулась моя любопытствующая нянюшка со мною на руках. На беду ломовые извозчики, жившие в глубине двора, замешкались. Им кричали, чтобы они скорее проезжали, и они потянулись длинной вереницей. Казалось, что все выехали, но только что артель напрягла все силы, чтобы свалить сарай, как появился запоздавший извозчик. Все поняли, что если он не проскочит, то свалившимся сараем будет, наверное, убит вместе с своей лошадью. Раздался страшный треск падающего сарая, и крики ужаса присутствовавших, пыль поднялась столбом, и в первую минуту нельзя было разобрать, не случилось ли беды. К счастью, все обошлось благополучно, но испуганные возгласы мамы и няньки так на меня подействовали, что я закричала благим матом. Когда я впоследствии расспрашивала о том времени, то мой отец, посмотрев хозяйственные книги, удостоверил, что постройка нового сарая была произведена весною 1849 года. Второе сознательное воспоминание относится к моей болезни, случившейся, когда мне было три года. Не знаю, чем я была больна, но доктор приказал поставить мне на грудь несколько пиявок. Я живо помню, как отвратительны были для меня эти извивающиеся червяки, как я их боялась и как старалась оторвать их от груди. Ясно помню также, как возила меня моя мама причастить и помолиться перед чудотворной иконой о всех скорбящих Божией Матери на шпалерной. Видя, что мама и няня молятся и плачут, я крестилась и тоже заливалась слезами. На другой день после молебна последовал кризис, и я стала быстро поправляться. Вообще, дети в нашей семье редко хворали. Случались, конечно, кашли, насморки, но все болезни лечились домашними средствами, и все благополучно проходило. Я вспоминаю мое детство и юность с самым отрадным чувством. Отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в саду. Зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не было. Нас никто не пытался развивать. Рассказывали нам иногда сказки, преимущественно отец. Вернувшись со службы и пообедов, он ложился на диван, звал к себе детвору и принимался рассказывать. Сказка у него была одна об Иванушке-дурачке, но вариации были бесчисленны, и мы с братом всегда удивлялись, почему Иванушку называют дурачком, раз он так умно умеет выпутываться из всевозможных бед. Удовольствия доставлялись нам редко. Ёлка на Рождестве, зажигавшаяся каждый вечер, домашнее перережение, на Масленной нас возили на балаганы и катали на вейках, два раза в год перед Рождеством и на Святой ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми месяцами находились под очарованием виденного нами спектакля. Глава вторая. Образование. Скажу несколько слов о своем образовании. С девяти до двенадцати лет я ходила в училище Святой Анны на Кирочной улице. Преподавание всех предметов, кроме закона Божия, шло на немецком языке, и знание этого языка пригодилось мне впоследствии, когда пришлось провести с мужем несколько лет за границей. В 1858 году в столице открылась первая женская гимназия, Мариинская, и осенью я поступила туда во второй класс. Учиться мне было легко, и при переходе в третьей и четвертой классы я получала в награду книги, а при окончании курса в 1864 году большую серебряную медаль. За год перед тем были открыты Вышнеградским педагогические курсы, в которые поступали желающие продолжать свое образование. Осенью 1864 года я тоже поступила на курсы. В то время в обществе существовало увлечение естественными науками. Я поддалась течению. Физика, химия, зоология представлялись мне каким-то откровением, и я поступила на физико-математическое отделение курсов. Вскоре, однако, я убедилась, что выбрала не то, что соответствовало моим наклонностям, и что мои занятия имеют лишь печальный результат. При опытах кристаллизации солей, например, я больше занималась чтением романов, чем наблюдением за колбами и ретортами, и они жестоко страдали. Пока читались лекции по зоологии, я ими интересовалась, но когда перешли к практическим занятиям, и при мне стали препарировать мертвую кошку, я, к большому моему конфузу, от отвращения упала в обморок. Из этого года занятий мне особенно запомнились лишь талантливые лекции по русской литературе профессора Никольского, на которых сходились слушательницы обоих отделений. Летом 1865 года выяснилось прискорбное для меня обстоятельство, что болезнь моего отца не поддается лечению, и что ему недолго осталось жить. Тогда я, жалея оставлять моего дорогого больного одного на целые дни, решила на время покинуть курсы. Так как папа страдал бессонницей, то я целыми часами читал ему романы Диккенса, и была очень довольна, если он под мое монотонное чтение имел возможность немного заснуть. В начале 1866 года появилось объявление о курсах стенографии, которые будет читать Альхин в здании 6-й мужской гимназии. Узнав, что лекции предполагаются по вечерам, когда мой дорогой отец уже уходил на покой, я решила поступить на курсы стенографии. Об этом особенно настаивал отец, очень желавший, чтобы я из-за его болезни оставила педагогические курсы. Сначала стенография мне решительно не удалась, и после 5-й или 6-й лекции я пришла к убеждению, что это для меня тарабарская грамота, которую мне ни за что не осилить. Когда я сказала об этом папе, он был очень возмущен, упрекал меня в недостатке терпения, настойчивости, и взял с меня слово, что я буду продолжать занятия, выражал свою уверенность, что из меня выработается хороший стенограф. Мой добрый отец точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье. 28 апреля 1866 года последовала кончина моего отца. Это было первое несчастье, которое я испытала в моей жизни. Горе мое выражалось бурно, я много плакала, целые дни проводила на большой охте, на могиле покойного, и не могла примириться с тяжелой утратой. Моя мама была встревожена моим тяжелым настроением и умоляла меня приняться за какой-нибудь труд. К сожалению, лекции стенографии уже прекратились, но добрый Альхин, наш учитель, узнав о моем горе и пропуске мною многих уроков, предложил заменить их стенографическую с ним перепиской. Два раза в неделю я должна была посылать ему две или три страницы определенной книги, написанных мною стенографически. Альхин возвращал мне стенограммы, исправив замеченные им ошибки. Благодаря этой переписке, длившейся в течение трех летних месяцев, я очень успела в стенографии, тем более, что мой брат, приехавший на каникулы, диктовал мне почти ежедневно по часу и более, так что я мало-помалу усвоила, кроме правильности стенографического письма и скорости его. Вот почему, когда в сентябре 1866 года вновь открылись курсы, я оказалась единственную ученицей Альхина, которую он с доверием мог рекомендовать для литературной работы. Глава третья. Как меня сватали. В 50-х годах прошлого столетия еще сохранялся старинный обычай сватать молодых людей и молодых барышень, и сохранялся не только в купечестве, но и в том среднем интеллигентном кругу, к которому принадлежала наша семья. Все пожилые и средних лет дамы, имевшие дочерей или племянниц, старались найти им жениха и устроить таким образом их судьбу. Были, однако, дамы, которые занимались этим не по одному лишь добродушию, а из желания получить подарки от невесты и жениха, иногда очень значительные. Поэтому в каждом доме, где имелись богатые барышни, непременно появлялись такие дамы, насильно завязывая знакомство под предлогом дешево продать серебро, рекомендовать нянюшку и тому подобное. Так как многим было известно, что моя сестра получила в приданное отличный дом, то предполагали, что и мне достанется такое же. Вот и в нашем доме появились две-три добрые дамы, взявшие на себя заботу о моей судьбе. Сватовство было до того в обычае, что о нем не стеснялись говорить прямо, вроде «У вас товар, у нас купец», или «У меня, барышня, есть для вас выгодный женишок». Но я принадлежала к либеральному поколению 60-х годов и отрицала многие старые обычаи, в том числе сватовство, а потому со мною приходилось прибегать к разного рода хитростям. Так одна уверяла меня, что какой-то моряк, проходя мимо нашего дома, увидел меня в окне и до того мною прельстился, что просил через нее позволения познакомиться с моей семьей. Другая придумала, что кто-то видел меня в церкви и, умилившись моею горячностью в молитве, хотел познакомиться с такую богомольную барышнею. Но я никогда не была тщеславна, и подобные лесные отзывы на меня не действовали, и я наотрез отказывалась от знакомства с увлеченными, будто бы мною лицами. Приходилось прибегать к более сложным хитростям. Некоторые из них я здесь опишу. Покупатель. Надо сказать, что мой отец в последние годы своей жизни нередко прихварывал, и моя мать, не желая его оставлять одного, стала тяготиться хлопотами по управлению своими тремя домами и часто выражала желание продать которые-нибудь из них. Про это проведала одна старушка, Марья Ивановна, которую мама знавала много лет и которую очень жалела за ее тяжелую жизнь. Имея больную дочь и испившегося зятя, эта старушка своими трудами поставила на ноги многочисленных внуков, а труды ее заключались в приискивании покупателей на дома, денег под залог имений и тому подобного, то есть тем, что называется комиссионерством. Так вот, это Марья Ивановна в один прекрасный день сообщила моей матери, что нашелся покупатель на ее дом, богатый человек, и предложила его привезти. Был назначен день, и по тогдашнему гостеприимному обычаю мама приготовила для гостей чай, закуски и прочее. Приехали они в два часа, и на предложение мамы закусить, гость ответил, что предпочитает засветло осмотреть дом, а затем не откажется от ее любезного приглашения. Маме пришелся по душе деловой тон покупателя, и она повела его осматривать продающийся дом. Как потом выяснилось, покупщик осматривал фундаментально, спускался в подвалы и поднимался на чердаки, осматривал каждую квартиру, и все отмечал у себя в книжке. В это время я сидела у себя в светелке и ждала, когда мама покончит с делами, чтобы ехать с нею на обед к сестре, куда папа поехал еще утром. Мария Ивановна взобралась ко мне и была неприятно поражена, увидав, что я сижу в домашнем платье. Что ж вы не нарядились, нюточка? По старому знакомству она называла меня уменьшительным именем. Ведь вы собираетесь на парадный обед. Успею еще, Мария Ивановна. А вы приоденьтесь-ка допредить побеседовать с гостем. Какой же это гость? Это покупатель, и мне незачем к нему выходить. А все-таки следует выйти, продолжала старушка, помочь маменьке в делах. Может быть, с вашей помощью дело-то и устроиться? Видев, что я решительно отказываюсь знакомиться с покупщиком, Мария Ивановна решила открыть мне в чем дело. Да ведь это не покупщик, нюточка, это жених. Он ищет себе невесту, и как узнал, что вы прекрасная барышня и с капиталом, то и просил привезти его к вам, посмотреть вас под видом покупщика. Меня чрезвычайно рассердила эта хитрость, но чтобы избавиться от упрашиваний, я попросила старушку уйти, сказав, что начну переодеваться. Осмотр дома кончился, и покупатель занялся завтраком. Он уверял маму, что дом ему понравился, и что в цене они, вероятно, сойдутся. Казалось, все деловое было выяснено, а между тем, к удивлению мамы, покупщик не собирался уходить. Очевидно, ожидал моего появления, а бедная Марья Ивановна ходила ко мне наверх и сквозь дверь уговаривала меня выйти. Я же заперлась и не подавала голоса. Время подошло к четырем, и за нами приехал извозчик, чтобы везти к сестре. В нашей пустынной местности приходилось всегда заранее заказывать себе извозчика с ближайшего двора. Наконец поднялась ко мне мама. Услышав ее голос, я отворила дверь и спросила насмешливо, ну что ж, мама, продали дом? Почти что продала, весело отвечала мама. Мы сошлись в цене, и он обещал на днях дать окончательный ответ. Но, мамочка, ведь вас обманывают, это не покупатель, это жених, который пришел меня смотреть. Как жених, что ты мне говоришь? Не может быть! Не могла сразу поверить мама. Зачем же в таком случае он осматривал дом, заставил меня ему все рассказать и показать? Верно хотел убедиться, хороший ли дом вы дадите ему за мною в преданное, смеялась я. Мама, действительно полагавшая, что нашелся солидный покупатель, была в полном негодовании. Она сошла вниз и объявила гостю, что ей немедленно надо ехать. На вопрос, когда же она позволит прийти вторично, ответила, что сама она значит день. Холодно раскланившись, мама ушла и гостям ничего больше не оставалось, как покинуть наш дом. Прошло минут двадцать, пока мама переоделась и мы выехали. Была сквернейшая октябрьская погода, шел дождь пополам со снегом, а в рук пися писка пополам с дождем. Улицы нашей местности представляли собою глубокие ямы, наполненные доверху водой и до Суворовского проспекта приходилось ехать шагом. Подъезжая к перекрестку, я издали заметила стоявших на тротуаре у самой дороги приземистого господина в светло-сером пальто, а рядом с ним Марью Ивановну. Очевидно, они поджидали нас, и покупатель, которому, вероятно, понравился дом, хотел хоть одним глазком взглянуть на ту, которую он может получить в придачу к дому. Назойливость эта меня рассердила, и я, не соображая последствий, крикнула кучер, гони во всю мочь мимо этих господ, прибавлю двугривенный. Кучер не устоял против соблазна и пустил лошадь вскач. Наши недавние гости, видим чавшуюся лошадь, забегали, затопотали на месте, но не спаслись от беды. Судя по кожуху нашего извозчика, можно подумать, что и на их долю досталось немало грязных украшений. Фигура засуетившегося и забегавшего покупщика была до того комична, что я расхохоталась как безумная и долго не могла уняться. Мама, хоть и не одобрявшая мою выходку, тем не менее, не могла не посмеяться над плачевным видом обманувшего ее ожидания покупщика. Он, однако, не потерял надежды и прислал два письма с просьбой его принять, но не получил от мамы ответа. Марья Ивановна долго к нам не показывалась, но когда пришла, то прочла мне репримант, упрек выговор, вроде следующего, что я, конечно, вольна выходить или не выходить замуж, но чтобы так обидеть человека, облить его грязью с ног до головы, ведь его новая бекеш в конец испорчена, это надо иметь злое сердце и дурной характер. Сколько я не доказывала бедной Марье Ивановне, что у меня не было намерения обливать жениха грязью, что это случилось совсем для меня неожиданно, что мне хотелось только скорее миновать их, что не моя вина, что на перекрестке оказалась глубокая лужа и так далее, старушка оставалась обиженной и долго на меня сердилась. Глава четвертая. Мое намерение поступить в монастырь. В 1859 году мои родители задумали построить новый дом по Костромской улице, и папа, занятый этим делом, не имел возможности повезти нас, детей, на Валаам. Так как после весенних экзаменов я имел очень утомленный вид, то мне предложили поехать на все лето в Псков погостить у троюродной сестры моего отца Ирины Трофимовны Ракитиной. Я с радостью согласилась. Мне хотелось повидать что-нибудь новое, а Псков, как бывший вольный город, представлял собою особый интерес. Ирина Трофимовна была добрая, веселая старушка, лет шестидесяти пяти, побывавшая за тремя мужьями и после каждого наследовавшая хорошие средства. Детей у нее не было, и она много лет подряд упрашивала моих родителей отдать ей на воспитание одной из дочерей, то есть меня или мою сестру, обещая на имя воспитанницы записать все свое состояние. Родители слишком любили нас, чтобы решиться на разлуку, но, чтобы не огорчать старушки, мой отец говорил ей, что пусть подрастут девочки, а там видно будет. «Ирина Трофимовна почти каждую зиму неделями гостила у нас и привозила с собой чуть не обозы разные живности, варенья и соленья. Когда папа привез меня в Обсков, Ирина Трофимовна ужаснулась моей худобе и бледности и принялась меня откармливать, что называется, на убой. Тогда не было медицинской моды взвешивания, но полагаю, что я за два с половиной летних месяца увеличилась в весе фунтов на двадцать. Режим Ирины Трофимовны был таков, что навряд ли бы его выдержал теперешний детский желудок. Можно сказать, что день-день с кой мы только и делали, что ели да пили. Вставали мы рано, в пять часов, и Ирина Трофимовна заставляла меня выпить два стакана чудесного парного молока. Затем мы с ней шли на утреннюю прогулку, на какой-нибудь базар, рыбный или фруктовый. Здесь тетушка с служанкой обходила торговцев и закупала массу всевозможных продуктов. Я же на досуге наблюдала малоизвестные мне нравы и обычаи простого народа. Впечатлений было много и все интересных. К тому же погода стояла в то лето на редкость хорошая и идти ранним утром по берегу реки Великой или Псковы было чрезвычайно приятно. Возвращались домой к восьми и пили кофе с густейшими сливками и с только что испеченными булочками. В одиннадцать часов был завтрак, обильный как обед, со множеством закусок и кушаний. В два часа обедали и тут уже кроме кушаний, которых было не менее пяти, к столу подавались квасы, мед, наливки. Вспоминая теперь, дивлюсь, откуда у всех нас брался аппетит на такое множество снедий. Правда, стрепуха у Ирины Трофимовны образцовая, взятая из помещичьего дома какого-то разорившегося на еду предводителя дворянства и готовила мастерски. Да и тетушка любила плотно и разнообразно покушать и не жалела тратить на стол. За завтраком и обедом всегда был кто-нибудь из гостей. К концу обеда у Ирины Трофимовны полузакрывались глаза и она становилась вялой, а потому откушав тотчас шла на боковую, усердно приглашая меня последовать ее примеру. До половины шестого в доме царила мертвая тишина. Затем опять принимались за еду, пили кофе, чай, ели фрукты и сласти, а в восемь садились за ужин, который был так же обилен, как и обед. В десять часов, иногда раньше, весь дом погружался в безмятежный сон, для того, чтобы на завтра начать такое же приятное препровождение времени. Ирина Трофимовна была знакома со всем городом, но редко куда выезжала, а лучше любила принять у себя. Гости все были почтенного возраста и положения, протеереи, монахи, какие-то старушки-генеральши, и всегда гостили две-три приживалки, девицы и вдовы неопределенных лет, очень неприятный, существовавший тогда тип женщин, которые льстили, сплетничали, подслушивали и подчас ссорили друг с другом тех людей, у которых гостили. На меня эти приживалки посматривали как на будущую наследницу Ирины Трофимовны, и сначала очень мне льстили, желая получить на меня влияние, но они мне скоро надоели своими сплетнями и наушничеством на прислугу, так что я вскоре перестала с ними говорить, ограничиваясь только самым необходимым. За это я прослыла у них петербургской гордячкой. Разговоры гостей Ирины Трофимовны были наставительного и поучительного характера, что вполне соответствовало их положению как духовных лиц. Дамы же больше беседовали о своих болезнях и о тех лекарствах, которые они употребляют. Молодых девушек в числе знакомых тетушки совсем не было, и это ее очень сокрушало. Она боялась, что я у ней соскучусь и скоро уеду. Но мне все было в диковинку, и я немало не скучала, тем более, что со мною было три романа Диккенса, которые я и перечитывала. Единственное время, которое было в моем полном распоряжении, это после обеда, часа три. Я тогда брала работу или книгу и уходила в сад при доме Ирины Трофимовны. Это был громадный сад, примыкавший с одной стороны к саду женского монастыря, а с другой окруженной старинной городской стеной необыкновенной толщины. Приживалки уверяли, что в этой городской стене имеются тайные ходы и пещеры, и что в них ютятся разные подозрительные люди. Я не обращала на эти рассказы никакого внимания. Сад был порядочно запущен, с заросшими дорожками и без цветов, но такой тенистый, и так много было в нем ягод, крыжовнику и малины, что, придя туда, совсем не хотелось уходить. Так как скамейки по большей части были гнилые, и одна из них подо мною подломилась, то я брала с собой низенькую скамеечку и сидела на ней почти на уровне земли. Я облюбовала себе местечко недалеко от монастырской стены. Вот сижу я однажды под липой и читаю Давида Копперфильда, как вдруг слышу грохот как бы от упавшего со стены человека. Не успела я оглянуться, как мимо меня не пробежал, а, как говорится, стрельнул какой-то мужчина и чуть не сшиб меня со скамеечки. Отбежав от меня на десяток шагов, человек остановился на секунду и свирепо погрозил мне кулаком. Я была в полном недоумении, но оно продолжалось недолго. Не прошло двух-трех минут, как с монастырской стены грузно попадали, как мешки с мукой, три человека. Один из них подбежал ко мне, и я узнала в нем будочника, который жил недалеко от нас в своей полосатой белой с черном будке и торговал табаком. И он узнал меня и спросил барышня, в какую сторону он побежал. А кто это побежал, полюбопытствовал я. Да арестант, вот которого мы ловим. Тут я смекнула в чем дело, но не желая вмешиваться и вспоминая грозивший мне кулак, ответила, что читала книгу и не заметила, куда бежавший направился. Будочник, кажется, не имел особенного желания ближе познакомиться с арестантом, а потому принялся подробно рассказывать мне, как сегодня ночью из тюрьмы убежали три арестанта, подпилив железную решетку. Один пробрался в монастырь и спрятался между могилами, но белицы, гуляя в саду, приметили прятавшегося и подняли страшный переполох. Белицы женщины, живущие в монастыре, но непостриженные в монашество. Позвали его и монастырских сторожей, все побежали за арестантом и видели, как он перекинулся через забор в наш сад. Тут рассказ Будочника прервала горничная, прибежавшая за мной от тетки, которую приживалки нарочно разбудили, чтобы сообщить новость, которую им принесла на хвосте сорока. Ирина Трофимовна со сна была страшно испугана, крестилась и читала молитвы. Главная беда, по мнению приживалок, состояла в том, что я в то время была в саду. Так вот, что могло бы произойти, если бы он меня заметил, пожалуй, он меня бы убил или ранил и так далее, все возможные предположения, огрозившие, будто бы мне опасности, были высказаны тетушкою и ее приживалками. Ввиду того, что опасность не миновала, комнаты были заперты на все крючки и запоры, и мы сидели, прислушиваясь к каждому шороху, а бедная моя родственница то и дело спрашивала, что они нашли, а где он теперь, а что если он еще в саду, хотя все ее уверяли, что сад обысканный, что арестант, наверное, успел уже далеко убежать. Вечером к Ирине Трофимовне пришел будочник и сказал, что сейчас к ней пожалует надзиратель, чтобы допросить меня о том, что я видела. Ирина Трофимовна так потерялась от этого известия, как будто это я выпилила решетку и убежала из-за строга, а не арестант. Приживалки, как особо опытные, тотчас же распорядились открыть ломберный стол для писания, а на другом стали воздвигать батареи наливок и тарелки с разными закусками. Около семи часов пришел квартальный надзиратель и не один, а с помощником щеголеватым офицером. Старший, поздоровавшись с хозяйкой, сел за ломберный стол и устремил глаза на бумагу, как бы не зная, что ему делать дальше. Младший все вертелся около Ирина Трофимовна и рассказывал слышанную нами десятки раз историю о побеге арестанта. Впрочем, раза два уводил старушку в другую комнату и о чем-то шептался с нею. Наконец, квартальный надзиратель надумался и пригласил меня сесть к столу. Спросив мое имя отчества, фамилию, где я постоянно живу и в какой гимназии учусь, и все это тщательно записав, он спросил, что я знаю по этому делу. Мне пришлось рассказать, что я сидела в саду, арестанта видела мельком, а затем разговаривала о нем с будочником. Но вы были в саду? Настойчиво допрашивал мой мучитель. Была. И не видели, в какую сторону побежал арестант? Не видела, потому что была в недоумении и, пожалуй, немного испугана. Помощник, очевидно, желавший выручить и меня, и трепетавшую Ирину Трофимовну, постоянно вмешивался в наш разговор, называя меня при этом мадемазель. Они, может быть, задремали, говорил он, обращаясь к надзирателю. Может быть, были в мечтах. Это так позволительно в ихние годы. Где же тут заметить? Надзиратель, не добившись от меня никаких сведений, решил приступить к более интересному занятию и, заставив меня подписать на какой-то бумаге мою фамилию, направился к другому ломберному столу. Помощник последовал примеру своего начальства и звон стаканов, вилок и ножей долго раздавался в гостиной. Бедная Ирина Трофимовна на этот раз потеряла аппетит и ничего не кушала, а только время от времени умиленно произносила Петр Петрович, вы уж пожалуйста, Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь и все в этом роде. Надзиратель с набитым закуской ртом что-то мычал ей в ответ, наконец, все было съедено и выпито, и начальство ушло, сопровождаемое до лестницы Ириной Ирина Трофимовна. которая, вернувшись, не могла удержаться и сказала, «Ну, этот шельма-арестант обошелся мне в две красненьких». С тех пор прогулки мои в своем саду прекратились, и в свободное время я для прогулки выходила в монастырский сад. Здесь я очень скоро познакомилась и даже подружилась с белицами, девочками моих лет, которых тоже ежедневно часа на два, на три выпускали гулять. В монастыре не особенно любили, чтобы девочки-монашенки входили в сношение с мирскими, но это запрещение не касалось меня. Ирина Трофимовна была щедрая благотворительница, ей дружила с игуменьей, а потому для меня, как ее родственницы, было сделано исключение. Мне не только дозволяли разговаривать с ними при прогулках в саду, но не запрещали присутствовать при их спевках, уроках рисования и рукоделий. Девочки мне очень нравились, главным образом своей душевной чистотой и наивностью. Все это были выросшие с малых лет в монастыре и видевшие мирских только издали. Меня удивляли их наивные вопросы о мирской жизни и умиляло то спокойствие духа, нетребовательность и полная удовлетворенность тем малым, что их окружало. Это особенно меня поражало, когда я сравнивала с ними некоторых девочек из нашей гимназии. Ирина Трофимовна часто бывала в церкви, и я с истинным удовольствием присутствовала на богослужениях, особенно на всеночной службе, когда в темном храме так красиво и таинственно мерцали многочисленные цветные лампады. Это был мир, который влек к себе мою душу. Мое религиозное настроение особенно усилилось с того времени, когда начались церковные торжества по поводу перенесения из Печор верст 60 от Пскова чудотворные иконы Божьей Матери. Эти перенесения чудотворной иконы повторяются ежегодно. Икону в сопровождении массы народа несут на носилках богомольцы, останавливаются по дороге в деревнях, служат там молебствия и через 2-3 дня доносят икону до Пскова, где она и остается в одном из монастырей две недели, после чего чудотворную икону таким же торжественным образом относят в Печоры. Мне вместе с тетушкой пришлось и встречать за несколько верст икону, и провожать ее, и то умилительное благоговейное настроение, и высокий подъем духа всех молящихся произвели на меня чрезвычайные впечатления. Мало-помалу в душе моей стало складываться убеждение, что самая счастливая и радостная жизнь это монастырская жизнь, и я пришла к мысли оставить мир и поступить в монастырь, где все и церковные службы, и пения, и монахини казались такими привлекательными для моего мечтательного ума. Мое воображение рисовало мне прелестные картины моей будущей монашеской жизни. Правда, мне иногда становилось грустно, жаль чего-то, жаль самое себя, и я раза два-три над собою поплакала. Наконец, мое умиленное настроение достигло высшей степени, и я после бессонно проведенной ночи объявила о своем решении пойти в монастырь Ирине Трофимовне, и просила ее поговорить о моем приеме с матерью Игуменьей. Тетушка от всей души одобрила мое решение, но прежде разговора с Игуменьей захотела узнать, как посмотрят на это мои родители, и посоветовала им написать. Я написала очень красноречивое письмо, и с нетерпением стала ждать ответа. Но через два дня пришла краткая телеграмма «Папа захворал, выезжай немедленно». Ввиду телеграммы удерживать меня не стали. Ирина Трофимовна в тот же день собрала меня, отвезла на вокзал и поручила своей знакомой, ехавшей в столицу. Я всю дорогу проплакала, опасаясь, что не застану папу в живых. Но каковы же были мое изумление и моя радость, когда в окно вагона я увидела ожидавших меня на перроне и папу и маму. Оказалось, что папа и не думал хворать. Родители мои просто испугались того, что я увлекусь моим религиозным настроением и останусь в монастыре, а впоследствии, войдя в лета, буду жалеть и раскаиваться в своем необдуманном поступке. Отсоветовать и запрещать мне было опасно. Это могло только укрепить во мне намерение. Поэтому поступили решительно и вызвали меня под предлогом папиной болезни, так как иначе Ирина Трофимовна не отпустила бы меня до осени. Когда я спросил мнение родителей, то они сказали, что я слишком молода и себя не знаю, что мне сначала надо кончить гимназию и пожить в мире, и что если тогда я буду чувствовать потребность уйти в монастырь, то они мне в этом препятствовать не станут. Вернувшись осенью в гимназию и окунувшись с головою в действительную жизнь, я мало-помалу охладела к привлекавшей меня идее и таким образом на всю жизнь осталась в миру. Об этом я немало не сожалею, так как мир дал мне бесконечно много радости и счастье. Часть вторая Знакомство с Достоевским за мужество Глава первая 3 октября 1866 года около 7 часов вечера я по обыкновению пришла в шестую мужскую гимназию, где преподаватель стенографии Альхин читал свою лекцию. Она еще не началась, поджидали опоздавших. Я села на свое обычное место и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошел Альхин и, сев рядом на скамейку, сказал Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя. Очень хочу, ответила я. Давно мечтаю о возможности работать. Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие. Альхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большей скорости письма, чем та, какую я владею. У кого же предполагается стенографическая работа, поинтересовалась я? У писателя Достоевского. Он теперь занят новым романом и намерен писать его при помощи стенографа. Имеется в виду роман-игрок. Достоевский думает, что в романе будет около семи печатных листов большого формата и предлагает на весь труд пятьдесят рублей. Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства. Он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над записками из мертвого дома. Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновало и обрадовало. Альхин передал мне небольшую в четверо сложенную бумажку, на которой было написано «Столярный переулок, угол Малой Мещанской, дом Олонкина, квартира номер тринадцать, спросить Достоевского» и сказал «Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра, в половине двенадцатого, ни раньше, ни позже, как он мне сам сегодня назначил». Тут же Альхин высказал мне свое мнение о Достоевском, о чем упомяну при дальнейшем рассказе. Альхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала. Я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществлялась. Я получила работу. Если уж Альхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу, значит это правда, иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу. Могу зарабатывать своим трудом деньги. Становлюсь независимой. А идея независимости для меня, девушки шестидесятых годов, была самую дорогою идеей. Но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем. Вернувшись домой, я обо всем подробно рассказала моей матери. Она тоже была чрезвычайно довольна моей удачей. От радости и волнения я почти всю ночь не спала и все представляла себе Достоевского. Считая его современником моего отца, я полагала, что он уже очень пожилой человек. Он рисовался мне то толстым и лысым стариком, то высоким и худым, но непременно суровым и хмурым, каким нашел его Ольхин. Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное мною слово. Смущала меня также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами, с которыми и говорить-то следовало особенным образом. Вспоминая те времена, вижу, каким малым ребенком была я тогда, несмотря на мои двадцать лет. Глава вторая Четвертого октября, в знаменательный день первой встречи с будущим моим мужем, я проснулась бодрая, в радостном волнении от мысли, что сегодня осуществится давно лелеянная мною мечта, из школьницы или курсистки стать самостоятельным деятелем на выбранном мною поприще. Я вышла пораньше из дому, чтобы зайти предварительно в гостиный двор и запастись там добавочным количеством карандашей, а также купить себе маленький портфель, который, по моему мнению, мог придать большую деловитость моей юношеской фигуре. Закончила я свои покупки к одиннадцати часам, и чтобы не прийти к Достоевскому ни раньше, ни позже назначенного времени, замедленными шагами пошла по Большой Мещанской к Столярному переулку, беспрестанно посматривая на свои часики. Ни раньше, ни позже это было обычным выражением Федора Михайловича, который, не желая терять времени и в ожидании кого-либо, любил назначать точный час свидания и всегда добавлял при этом ни раньше, ни позже примечания Достоевской. В двадцать пять минут двенадцатого я подошла к дому Олонкина и у стоявшего в воротах дворника спросила, где квартира номер тринадцать. Он показал мне направо, где под воротами был вход на лестницу. Дом был большой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил герой романа Раскольников. Квартира номер тринадцать находилась во втором этаже. Я позвонила, и мне тотчас отворила дверь пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом в клетку платке. Я так недавно читала «Преступление», что невольно подумала, не является ли этот платок прототипом того драдедамового платка, который играл такую большую роль в семье Мармеладовых. на вопрос служанки кого мне угодно видеть, я ответила, что пришла от Ольхина и что ее барин предупрежден о моем посещении. Не Достоев Павле Павле Александровича Исаеве. Достоевская дает ему характеристику в письме к жене поэта Майкова от октября 1867 года. Смотри Достоевский в неизданной переписке современников публикация Ланского литературное наследство том 86 408 409 страницы. Более подробно Анна Григорьевна рассказала о первой встрече с Достоевским в воспоминаниях первая встреча написанных в 1883 году. Смотри неделя 1971 год номер 38 13 и 19 сентября публикация Белова. Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовую. Обставлена она была довольно скромно. По стенам стояли два больших сундука, прикрытые небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрышкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели стенные часы. Я с удовольствием заметила, что на них в ту минуту было ровно половина двенадцатого. Служанка просила меня сесть, сказав, что барин сейчас придет. Действительно, минуты через две появился Федор Михайлович, пригласил меня пройти в кабинет, а сам ушел, как оказалось потом, чтобы приказать подать нам чаю. Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление. В ней было сумрачно и безмолвно, чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины. В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый коричневой, довольно подержанной материей. Пред ним круглый стол с красной суконной салфеткой, на столе лампа и два-три альбома, кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме висел портрет чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. Наверное, жена Достоевского подумала я, не зная его семейного положения. Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то для удобства оно было придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей. Я сидела и прислушивалась. Мне все казалось, что вот сейчас я услышу крик детей или шум детского барабана. Или отворится дверь и войдет в кабинет та сухощавая дама, портрет которой я только что рассматривала. Но вот вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня, давно ли вы занимаетесь стенографией? Всего полгода. А много ли учеников у вашего преподавателя? Ну, сначала записалось около ста пятидесяти желающих, а потом осталось около двадцати пяти. Почему же так мало? Да многие думали, что стенографии очень легко научиться, а как увидали, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия. Это у нас в каждом новом деле так, сказал Федор Михайлович. с жаром примутся, потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота? С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым, но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумал, что ему навряд ли более тридцати пяти семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые и слегка даже рожеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза. Они были разные. Один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно. Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович падая наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у профессора Юнге и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расшир и примечание Достоевской. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского бледное и болезненное показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно, потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье, воротничке и манжетах. Через пять минут вошла служанка и принесла два стакана очень крепкого, почти черного чаю. На подносе лежали две булочки. Я взяла стакан. Мне не хотелось чаю, к тому же в комнате было жарко, но, чтобы не показаться церемонной, я принялась пить. Сидела я у стены перед небольшим столиком, а Достоевский то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую. Предложил он и мне курить, я отказалась. Может быть, вы из вежливости отказываетесь, сказал он. Я поспешила его уверить, что не только не курю, но даже не люблю видеть, как курят дамы. Разговор шел отрывочный, причем Достоевский то и дело переходил на новую тему, он имел разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил он, что у него эпилепсия и на днях был припадок. И эта откровенность меня очень удивила. О предстоящей работе Достоевский говорил как-то неопределенно. мы посмотрим как это сделать, мы попробуем, мы увидим возможно ли это. Мне начало казаться, что навряд ли наша совместная работа состоится. Даже пришло в голову, что Достоевский сомневается в возможности и удобстве для него этого способа работы и может быть готов отказаться. чтобы ему помочь в решении я сказала хорошо попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится. Достоевский захотел продиктовать мне из русского вестника и просил перевести стенограмму на обыкновенное письмо. Начало он чрезвычайно быстро, но я его остановила и просила диктовать нескорее обыкновенные разговорные речи. Затем я стала переводить стенографическую запись на обыкновенную и довольно скоро переписала, но Достоевский все торопил меня и ужасался, что я слишком медленно переписываю. Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь, успокаивала я его. Не все ли вам равно, сколько времени возьмет у меня эта работа. Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил. Он был, видимо, раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал, то принимался ходить по комнате, ходил долго, как бы забыв о моем присутствии, я сидела, не шевелясь, боясь нарушить его раздумья. Наконец, Достоевский сказал, что диктовать он сейчас решительно не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему сегодня же часов восемь. Тогда он и начнет диктовать роман. Для меня было очень неудобно приходить во второй раз, но, не желая откладывать работы, я на это согласилась. прощаясь со мною, Достоевский сказал, я был рад, когда Альхин предложил мне девицу стенографа, а не мужчину, и знаете почему? Почему же? Да потому, что мужчина уж, наверное, бы запил, а вы, я надеюсь, не запьете. Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку. Уж я-то, наверное, не запью, в этом вы можете быть уверены, серьезно ответила я. Глава третья. Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелые впечатления. Я думала, что навряд ли сойдусь с ним в работе, и мечты мои о независимости грозили рассыпаться прахом. Мне это было тем больнее, что вчера моя добрая мама так радовалась началу моей новой деятельности. Было около двух часов, когда я ушла от Достоевского. Ехать домой было слишком далеко. Я жила под Смольным на Костромской улице в доме моей матери Анны Николаевны с Ниткиной. Я решила пойти к одним родственникам, жившим в Фонарном переулке, пообедать у них и вечером вернуться к Достоевскому. Родственники мои очень заинтересовались моим новым знакомым и стали подробно расспрашивать о Достоевском. Время быстро прошло в разговорах и к восьми часам я уже подходила к дому Олонкина. Отворившую мне дверь служанку, я спросила как зовут ее барина. Из подписи под его произведениями я знала, что его имя Федор, но не знала его отчество. Федосия, так звали служанку, опять попросила меня подождать в столовой и пошла доложить о моем приходе. Вернувшись, она пригласила меня в кабинет. Я поздоровалась с Федором Михайловичем и села на мое давешнее место около небольшого столика. Но Федору Михайловичу это не понравилось, и он предложил мне пересесть за его письменный стол, уверяя, что мне будет на нем удобнее писать. Признаюсь, что я почувствовала себя чрезвычайно польщенной его предложением заниматься за тем столом, где еще недавно было написано такое талантливое произведение, как роман «Преступление и наказание». Я пересела, а Федор Михайлович занял мое место у столика. Он опять осведомился о моем имени и фамилии и спросил, не прихожусь ли я родственнице недавно скончавшемуся молодому и талантливому писателю Сниткину. Я ответил, что это однофамилец. Он стал расспрашивать, из кого состоит моя семья, где я училась, что заставило меня заняться стенографией и прочее. На все вопросы я отвечала просто, серьезно, почти сурово, как уверял меня потом Федор Михайлович. Я давно уже решила в случае, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим умением себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало. Тем более был он рад встретить во мне полную противоположность господствовавшему тогда типу молодых девушек. Тем временем Федосья приготовила в столовой чай и принесла нам два стакана, две булочки и лимон. Федор Михайлович вновь предложил курить и стал угощать меня грушами. За чаем беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Мне вдруг показалось, что я давно уже знаю Достоевского и на душе стало легко и приятно. Почему-то разговор коснулся Петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями. Помню, говорил он, как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовление, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет. Так казалось, предстояло мне долго жить. На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое. Я был восьмым в третьем ряду. Чтение приговора Петрашевцам о смертной казни состоялось 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге. В момент произнесения команды к расстрелу первый ряд осужденных был привязан к столбу. Как писал в день казни Достоевский в письме к брату он вместе с Дуровым и Плещеевым находился во втором ряду. Смотри письма том 1 страница 128 В первом ряду стояли Петрашевский Момбелли и Григорьев. Смотри Ахшарумов записки Петрашевца Москва Ленинград 1930 год Первых трех привязали к столбам. Через 2 3 минуты оба ряда были бы расстреляны и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога оказалась жизнь! Сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго-долго! Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор. Меня присудили на 4 года в каторжную работу. Не запомнил другого такого счастливого дня. Я ходил по своему каземату в Алексеевском Равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованный мне жизни. Затем допустили брата проститься со мною перед разлукой и накануне Рождества Христова отправили в дальний путь. Я сохраняю письмо, которое написал покойному брату в день прочтения приговора. Мне недавно вернул письмо племянник. Письмо от 22 декабря 1849 года. Письма том 1 страница 128 131 которое вернул Достоевскому сын Михаила Михайловича Достоевского Михаил Михайлович Достоевский младший. Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление. У меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии познакомившись с его семейную обстановку, я поняла причину этой доверчивости и откровенности. В то время Федор Михайлович был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами. После смерти Исаевой и Михаила Михайловича Достоевского Федор Михайлович Достоевский был действительно совершенно одинок и окружен кредиторами по журналам «Время» и «Эпоха». Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесные впечатления. Разговор наш переходил с одной темы на другую, а работать мы все еще не начинали. Меня это беспокоило. Становилось поздно, а мне далеко было возвращаться. Матери моей я обещала вернуться домой прямо от Достоевского и теперь боялась, что она станет обо мне беспокоиться. Мне казалось неудобным напомнить Федору Михайловичу о цели моего прихода к нему, и я очень обрадовалась, когда он сам о ней напомнил и предложил мне начать диктовать. Я приготовилась, а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми шагами наискось от двери к печке, причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее два раза. При этом он курил, часто меняя и бросая недокуренную папиросу в пепельницу, стоявшую на кончике письменного стола. Продиктовав несколько времени, Федор Михайлович попросил меня прочесть ему написанное и с первых же слов меня остановил. Как воротилось из Рулетенбурга? Разве я говорил про Рулетенбург? Впоследствии начало было переделано и сказано, наконец, я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге. Примечание Достоевской. Роман Игрок первоначально был назван Рулетенбург. Да, Федор Михайлович, вы продиктовали это слово. Не может быть. Позвольте, имеется ли в вашем романе город с таким названием? Да, действие происходит в игорном городе, который я назвал Рулетенбургом. А если имеется, то вы, несомненно, это слово продиктовали, иначе откуда бы я могла его взять? Вы правы, сознался Федор Михайлович, я что-то напутал. Я была очень довольна, что недоразумение разъяснилось. Думаю, что Федор Михайлович был слишком поглощен своими мыслями, а может быть, за день очень устал, от того и произошла ошибка. Он, впрочем, и сам это почувствовал, так как сказал, что не в состоянии больше диктовать, и просил принести продиктованное завтра к 12 часам. Я обещала исполнить его просьбу. пробило 11 и я собралась уходить. Узнав, что я живу на песках, Федор Михайлович сказал, что ему ни разу еще не приходилось бывать в этой части города, и он не имеет понятия, где находятся пески. Если это далеко, то он может послать свою прислугу проводить меня. Я, разумеется, отказалась. Федор Михайлович проводил меня до двери и велел Федосии посвятить мне на лестнице. Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мною Достоевский, но, чтобы ее не огорчать, скрыло то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от всего этого так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее. В первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце. Я была очень утомлена и поскорее легла в постель, прося разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать все продиктованное и доставить его Федору Михайловичу в назначенный час. Глава четвертая На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я не спешила, но опоздала на целых полчаса. Федора Михайловича я нашла в большом волнении. Я уже начинал думать, сказал он, здороваясь, что работа у меня показалась вам тяжелую и вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано. Мне очень совестно, что я так запоздала, извинилась я, но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал. Я оттого так беспокоюсь, объяснил Федор Михайлович, что мне необходимо написать этот роман к первому ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее семи листов издания Столовского. Я стал расспрашивать подробности и Федор Михайлович объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали. По смерти своего старшего брата Михаила Федор Михайлович принял на себя все долги по журналу «Время», издававшемуся его братом. Долги по журналу «Эпоха», а не «Время», остались после прекращения журнала, издававшегося в 1864-65 годах вместо запрещенного в апреле 1863 года журнала «Время». После смерти Михаила Михайловича Достоевского в июне 1864 года Федор Михайлович Достоевский принял на себя видение эпохи. Как сообщает Достоевский в письме к Врангелю от 31 марта 1865 года за журналом было 33 тысячи долга. Смотри письма, том 1, 396, 403 страница. Смотри об этом в книге Нечаевой журнал Михаил Михайлович и Федора Михайловича Достоевских «Эпоха», Москва, 1975 год. Долги были вексельные и кредиторы страшно беспокоили Федора Михайловича, грозя описать его имущество, а самого посадить в долговое отделение. В то время это было возможно сделать. Неотложных долгов было тысяч до трех. Федор Михайлович всюду искал денег, но без благоприятного результата. Когда все попытки уговорить кредиторов оказались напрасными и Федор Михайлович был доведен до отчаяния, к нему неожиданно явился издатель Столовский с предложением купить за три тысячи права на издание полного собрания сочинений в трех томах. Мало того, Федор Михайлович обязан был в счет той же суммы написать новый роман. Положение Федора Михайловича было критическое и он согласился на все условия контракта, лишь бы избавиться от угрожавшего ему лишения свободы. Условие было заключено летом 1865 года и Столовский внес у нотариуса условную сумму. Эти деньги на другой же день были уплачены кредитором. Таким образом Федору Михайловичу не досталось ничего на руки. Обиднее же всего было то, что через несколько дней все эти деньги вновь вернулись к Столовскому. Оказалось, что он скупил за бесценок векселя Федора Михайловича и через двух подставных лиц взыскивал с него деньги. Столовский был хитрый и ловкий эксплуататор наших литераторов и музыкантов писемского крестовского Глинки. Достоевская имеет в виду издание Стеловским произведений писемского и крестовского на весьма невыгодных для них условиях, а также покупку Стеловским всего за 25 рублей сочинений Михаила Ивановича Глинки у его сестры Шестаковы в 1861 году. В 1866 году между Стеловским и Шестаковой начался долгий судебный процесс по вопросу о выполнении договора. Отчеты о процессе печатались в газете «Голос» 1867 год номер 136 «Петербургские ведомости» 1867 год номера 108 136 По этому поводу Достоевский писал о Стеловском Майкову 19 марта 1 апреля 1871 года Денег у него столько что он купит всю русскую литературу если захочет У того ли человека не быть денег который всего Глинку купил за 25 целковых Письма том 2 338 страница Он умел подстерегать людей в тяжелые минуты и ловить их в свои сети цена 3000 за право издания была слишком незначительна ввиду того успеха который имели романы Достоевского самое же тяжелое условие заключалось в обязательстве доставить новый роман к 1 ноября 1866 года федер не доставить 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 федер михалович платил большую неустойку если не доставить роман и к 1 декабря того же года то терял бы права на свои сочинения которые перешли бы навсегда в собственность стиловского разумеется хищник на это и рассчитывал федер михалович в 1866 году поглощен был работой над романом преступления и наказания и хотел закончить его художественно где же было ему больному человеку написать еще столько листов нового произведения вернувшись осенью из Москвы федер михалович пришел в отчаяние от невозможности в какие-нибудь полтора-два месяца выполнить условия заключенного со стиловским контракта друзья федора михаловича майков милюков долгомостив и другие желая выручить его из беды предлагали ему составить план романа каждый из них взял бы на себя часть романа и втроем вчетвером они успели бы кончить работу к сроку федору михаловичу оставалось бы только проредактировать роман и изгладить неизбежные при такой работе шероховатости федор михалович отказался от этого предложения он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права чем поставить свое имя под чужим произведением об этом милюков милюков упоминает в своих воспоминаниях исторический вестник 1881 год примечание достоевской не точно воспоминания милюкова были впервые напечатаны не в историческом вестнике а в русской старине 1881 год номера 3 и 5 а затем вошли в книгу милюкова литературные встречи и знакомства санкт-петербург 1890 год страница 167 249 в своих воспоминаниях милюков приводит такой диалог между ним и достоевским а не хотите ли вот что сделать соберемте теперь же нескольких наших приятелей вы расскажете нам сюжет романа мы наметим его отделы разделим по главам и напишем общими силами я уверен что никто не откажется потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия в сотрудничестве можно будет успеть к сроку вы отдадите роман Столовскому и вырветесь из неволи если же вам своего сюжета жаль на такую жертву придумаем что-нибудь новое нет отвечал он решительно я никогда не подпишу своего имени под чужой работой тогда друзья стали советовать Федора Михайловича обратиться к помощи стенографа Меляков припомнил что ему знаком преподаватель стенографии Альхин съездил к нему и попросил побывать у Федора Михайловича который хоть и сильно сомневался в успехе для него подобной работы тем не менее ввиду близости срока решился прибегнуть к помощи стенографа как немало я знала в то время людей но образ действий Стеловского меня чрезвычайно возмутил подали чай и Федор Михайлович принялся мне диктовать ему видимо трудно было втянуться в работу он часто останавливался обдумывал просил прочесть продиктованное и через час объявил что утомился и хочет отдохнуть начался разговор как и вчера Федор Михайлович был встревожен и переходил от одного сюжета к другому опять спросил как меня зовут и через минуту забыл раза два предложил мне папиросу хотя уже слышал что я не курю я стал расспрашивать его о наших писателях и он оживился отвечая на мои вопросы он как бы отвлекся от своих неотвязных дум и говорил спокойно даже весело кое-что я запомнила из его тогдашнего разговора Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар Майкова он любил не только как талантливого поэта но и как умнейшего и прекраснейшего из людей о Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте жалел лишь что он живя долго за границей стал меньше понимать Россию и русских людей после небольшого отдыха мы вновь принялись за работу Федор Михайлович стал опять раздражаться и тревожиться работа видимо ему не удавалось объясняю это непривычку диктовать свое произведение малознакомому лицу около четырех часов я собралась уходить обещая завтра к 12 часам принести продиктованное на прощание Федор Михайлович вручил мне стопку плотной почтовой бумаги с едва заметными линейками на которые он обычно писал и указал какие именно следует оставлять на ней поля глава пятая так началась и продолжалась наша работа я приходила к Федору Михайловичу к 12 часам и оставалась до 4 в течение этого времени мы раза три диктовали по получасу и более а между диктовками пили чай и разговаривали я стала с радостью замечать что Федор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее это сделалось особенно заметным с того времени когда сосчитав сколько моих исписанных страниц составляют одну страницу издания Стеловского я могла точно определить сколько мы уже успели продиктовать все прибавлявшееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Федор Михайлович он часто меня спрашивал а сколько страниц мы вчера написали а сколько у нас в общем сделано как думаете кончим к сроку дружески со мной разговаривая Федор Михайлович каждый день раскрывал передо мною какую-нибудь печальную картину своей жизни глубокая жалость невольно закрадывалась в мое сердце при его рассказах о тяжелых обстоятельствах из которых он по-видимому никогда не выходил да и выйти не мог сначала мне казалось странным что я не видела никого из его домашних я не знала из кого состоит его семья и где она теперь находится только одного члена его семьи я встретила кажется в четвертый мой приход кончив работу я выходила из ворот дома как меня остановил какой-то молодой человек в котором я узнала юношу виденного мною в передней первое мое посещение Федор Михайлович вблизи он показался мне еще не красивее чем издали у него было смуглое почти желтое лицо черные глаза с желтыми белками и пожелтевшие от табака зубы вы меня не узнали развязно спросил меня молодой человек я видел вас у попа мне не хочется входить во время ваших занятий но мне любопытно бы знать что это за штука стенография тем более что я сам начну изучать ее на днях позвольте и он бесцеремонно взял из моих рук портфель раскрыл его и тут же на улице стал рассматривать стенограмму я так растерялась от подобной бесцеремонности что не протестовала курьезная штука небрежно протянул он возвращая портфель неужели у такого милого и доброго человека как Федор Михайлович может быть такой невоспитанный сын подумала я Федор Михайлович с каждым днем относился ко мне все сердечнее и добрее он часто называл меня голубчиком его любимое ласкательное название доброй Анной Григорьевной милочкой и я относила эти слова к его снисходительности ко мне как к молодой девушке почти что девочке мне так приятно было облегчать его труд и видеть как мои уверения что работа идет успешно и что роман поспеет вовремя радовали Федора Михайловича и поднимали в нем дух я очень гордилась про себя что не только помогаю в работе любимому писателю но и действую благотворно на его настроение все это возвышало меня в собственных глазах я перестала бояться известного писателя и говорила с ним свободно и откровенно как с дядей или старым другом я расспрашивала Федора Михайловича о разных событиях его жизни и он охотно удовлетворял мое любопытство рассказывал подробно о своем восьмимесячном заключении в Петропавловской крепости о том как переговаривался через стену стуками с другими заключенными арестованной 23 апреля 1849 года по делу Петрашевцев Достоевский был заключен в Петропавловскую крепость и пробыл там до 24 декабря 1849 года а затем был отправлен в Сибирь говорил о своей жизни в каторге о преступниках одновременно с ним отбывавших свое наказание вспоминал о загранице о своих путешествиях и встречах о московских родных которых очень любил имеется в виду семья Веры Михайловны Ивановой любимой сестры писателя Достоевский писал к ней и ее мужу Иванову 1 13 января 1868 А кто же милее и дороже мне да и Анне Григорьевне кроме своих как не вы и ваше семейство письма том 2 страница 66 о семье Ивановой смотри Володской 187 247 страница сообщил мне как-то что был женат что жена его умерла 3 года тому назад и показал ее портрет речь идет о Марии Дмитриевне Исаевой о ней смотри Прохоров роман Достоевского в книге литературно-художественный сборник красные панорамы 1928 год июль страница 56 64 слоним три любви Достоевского Нью-Йорк 1953 год Якушин Достоевский в Сибири Кемерово 1960 год Гроссман Достоевский Москва 1962 год Он мне не понравился Покойная Достоевская по его словам снималась тяжко больной за год до смерти и имела страшный почти мертвый вид Тогда же я с удовольствием узнала что бесцеремонный молодой человек который мне так не понравился не сын Федора Михайловича а его пасынок сын его жены от первого брака с Александром Ивановичем Исаевым Часто жаловался Федор Михайлович и на свои долги безденежья и тяжелое материальное положение В дальнейшем мне пришлось даже быть свидетельницей его денежных затруднений Как-то раз придя заниматься я заметила исчезновение одной из прелестных китайских ваз подаренных Федору Михайловичу его сибирскими друзьями Я спросила неужели разбили вазу Нет не разбили ответил Федор Михайлович а отнесли в заклад экстренно понадобились 25 рублей и пришлось вазу заложить Дня через три та же участь постигла и другую вазу В другой раз кончив стенографировать и проходя через столовую я заметила на накрытом для обеда столе у прибора деревянную ложку и сказала смеясь провожавшему меня Федору Михайловичу а я знаю что вы сегодня будете есть гречневую кашу из чего вы это заключаете да глядя на ложку ведь говорят гречневую кашу всего вкуснее есть деревянной ложкой но и ошиблись понадобились деньги и я послал заложить серебряные но за разрозненную дюжину дают гораздо меньше чем за полную пришлось отдать и мою к своим денежным затруднениям Федор Михайлович всегда относился чрезвычайно добродушно примечание Достоевской все рассказы Федора Михайловича носили такой грустный характер что как-то раз я не выдержала и спросила зачем Федор Михайлович вы вспоминаете только об одних несчастьях расскажите лучше как вы были счастливы счастлив да счастья у меня еще не было по крайней мере такого счастья о котором я постоянно мечтал я его жду на днях я писал моему другу барону Врангелю что несмотря на все постигшие меня горести я все еще мечтаю начать новую счастливую жизнь письмо письмо к барону Врангелю помещенное в биографии на странице 288 примечание Достоевской Анна Григорьевна Талантливой и добрый человек не нашел еще желаемого им счастья а лишь мечтал о нем как-то раз Федор Михайлович подробно рассказал мне как сватался Канне Васильевне Корвин Круковской как рад был получив согласие этой умной доброй и талантливой девушки и как грустно было ему вернуть ей слово сознав что при противоположных убеждениях их взаимное счастье невозможно история любви Достоевского Корвин Круковской рассказана в воспоминаниях детства ее сестры Ковалевской смотри Ковалевская воспоминания и письма Москва издательство Академии наук СССР 1961 год однако из этих воспоминаний не видно чтобы Корвин Круковская как пишет Анна Григорьевна здесь и далее на странице 101 хотя бы и краткое время была невестой Достоевского и что Достоевский из идейных соображений вынужден был затем вернуть ей слово по свидетельству Софьи Ковалевской Анна Васильевна сразу же после предложения Достоевского говорила сестре ему нужна совсем не такая жена как я его жена должна совсем-совсем посвятить себя ему всю свою жизнь ему отдать только о нем и думать а я этого не могу я сама хочу жить Ковалевская воспоминания и письма Москва 1961 год страница 120 отношения Достоевского с Корвин Круковской частично отразились в его художественном творчестве некоторые черты психологического и нравственного облика Корвин Круковской можно узнать в образах Аглаи в Идиоте Ахмаковой подросток Катерины Ивановны братья Карамазовы об отношениях Достоевского и Корвин Круковской смотри статью Шпадарука Корвин Круковские и Достоевский Неман 1966 год номер 11 страницы 143 150 Однако находясь в каком-то особенном тревожном настроении Федор Михайлович поведал мне что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути или поехать на восток в Константинополь и Иерусалим и может быть там навсегда остаться или поехать за границу на рулетку и погрузиться всею душой в так захватывающую его всегда игру или наконец жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье решение этих вопросов которые должны были коренным образом изменить его столь неудачно сложившуюся жизнь очень заботила Федора Михайловича и он видя меня дружески к нему расположенный спросил меня что бы я ему посоветовала признаюсь его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил так как и желание его ехать на восток и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими зная что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье что у Федора Михайловича было серьезное намерение поехать на восток о том свидетельствует найденное в его бумагах рекомендательное письмо к Энгельгарту представителю императорской российской миссии в Константинополе данное ему Ковалевским тогдашним председателем литературного фонда письмо помечено 3 июня 1863 года примечание Достоевской так вы думаете спросил Федор Михайлович что я могу еще жениться что за меня кто-нибудь согласится пойти какую же жену мне выбрать умную или добрую конечно умную но нет если уж выбирать то возьму добрую чтоб меня жалела и любила по поводу своей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня почему я не выхожу замуж я ответила что ко мне сватаются двое что оба прекрасные люди и я их очень уважаю но любви к ним не чувствую а мне хотелось бы выйти замуж по любви непременно по любви горячо поддержал меня Федор Михайлович для счастливого брака одного уважения недостаточно глава шестая как-то раз в половине октября во время нашей работы в дверях кабинета неожиданно появился Майков я видела его портреты а потому сразу узнала ну и патриархально даже вы живете шутливо заметил он Федору Михайловичу дверь на лестницу открыта прислуги не видно хоть весь дом унеси Федор Михайлович видимо обрадовался Майкову он подпишел нас познакомить назвав меня своей ревностной сотрудницей что мне было очень приятно Аполлон Николаевич услышав мою фамилию осведомился не приходится ли мне родственникам недавно умерший писатель Сниткин обычный тогда вопрос при встречах моих с писателями а затем заторопился уходить говоря что боится помешать нашей работе я предложил сделать перерыв и Федор Михайлович увел Майкова в соседнюю комнату они разговаривали минут 20 а я тем временем переписывала продиктованное Майков вернулся в кабинет проститься со мной и попросил Федора Михайловича что-нибудь мне продиктовать в то время сценография была новинкой и всех интересовало Федор Михайлович исполнил его желание и продиктовал полстраницы романа я тотчас прочла слух записанное Майков внимательно рассматривал сценограмму повторяя ну уж тут я ничего не понимаю Аполлон Николаевич мне очень понравилось я и прежде любила его как поэта а похвалы Федора Михайловича называвшего его добрым прекрасным человеком еще более укрепили приятные впечатления чем дальше шло время тем более Федор Михайлович стягивался в работу он уже не диктовал мне из уст тут же сочиняя а работал ночью и диктовал мне порук еще иногда ему удавалось написать так много что мне приходилось сидеть далеко заполно переписывая продиктованную зато с каким торжеством объявляла я на завтра количество прибавившихся листков как приятно было мне видеть радостную улыбку Федора Михайловича в ответ на мои уверения что работа идет успешно и что нет сомнения будет окончено срок оба мы вошли в жизнь героев нового романа и у меня как и у Федора Михайловича появились любимцы и недруги мои симпатии заслужила бабушка проигравшая состояние и мистер Атлей а презрение Полина и сам герой романа которому я не могла простить его малодушие и страсти к игре Федор Михайлович был вполне на стороне игрока и говорил что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе роман игрок во многом автобиографичен в нем нашли отражение длительное увлечение Достоевского рулеткой во время заграничной поездки в 1862 63 и 1865 годах и его любовь к Сусловой смотри Суслова годы близости с Достоевским Москва 1928 год Долинин Достоевский и Суслова в книге Достоевский том 2 страницы 153 284 Уверял что можно обладать сильным характером доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке Подчас я удивлялась своей смелости высказывать свои взгляды по поводу романа а еще более той снисходительности с которой талантливый писатель выслушивал эти почти детские замечания и рассуждения за эти три недели совместной работы все мои прежние интересы отошли на второй план лекции стенографии я с согласия Ольхина не посещала знакомых редко видала и вся сосредоточилась на работе и на тех в высшей степени интересных беседах которые мы вели отдыхая от диктовки невольно сравнивала я Федора Михайловича с теми молодыми людьми которых мне приходилось встречать в своем кружке как пусты и ничтожны казались мне их разговоры в сравнении со всегда новыми и оригинальными взглядами моего любимого писателя уходя уходя от него под впечатлением новых для меня идей я скучала дома и жила ожиданием завтрашней встречи с Федором Михайловичем в грусти видела я что работа близится к концу и наше знакомство должно прекратиться как же я была удивлена и обрадована когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль знаете Анна Григорьевна о чем я думаю только к концу месяца Федор Михайлович запомнил мое имя а то все забывал и меня о нем переспрашивал примечание Достоевской вот мы с вами так сошлись так дружелюбно каждый день встречаемся так привыкли оживленно разговаривать неужели же теперь с написанием романа все это кончится право это жаль мне вас очень будет недоставать где же я вас увижу но Федор Михайлович смущенно отвечал я гора с горой не сходится а человеку с человеком нетрудно встретиться но где же однако да где нибудь в обществе в театре в концерте вы же знаете что я в обществе и театрах бываю редко да и что это за встречи когда слова не удастся иногда сказать отчего вы не пригласите меня к себе в вашу семью приезжайте пожалуйста мы очень будем вам рады боюсь только что мы с мамой покажемся вам неинтересными собеседницами когда же я могу приехать мы об этом условимся когда окончим работу сказала я теперь для нас главное это окончание вашего романа подходила первое ноября срок доставки романа Столовскому и у Федора Михайловича возникло опасение как бы тот не вдумал схитрить и с целью взять неустойку отказаться под каким нибудь предлогом от получения рукописи я успокаивала Федора Михайловича как могла и обещала разузнать что следует ему сделать если бы его подозрения оправдались в тот же вечер я упросила мою мать съездить к знакомому адвокату тот дал совет сдать рукопись или нотариусу или приставу той части где проживает Столовский но разумеется под расписку официального лица то же самое посоветовал ему и мировой судья Фреймон брат его школьного товарища к которому Федор Михайлович обратился за советом глава 7 29 октября происходила наша последняя диктовка роман игрок был закончен он с первой по 29 октября то есть в течение 26 дней Федор Михайлович написал роман в размере 7 листов в 2 столбца большого формата что равняется 10 листам обыкновенного — Федор Михайлович был чрезвычайно этим доволен и объявил мне, что, сдав благополучно рукопись Стеловскому, намерен дать в ресторане обед своим друзьям — Майкову, Милюкову и другим, и заранее приглашает меня участвовать в пиршестве. — Да были ли вы когда-нибудь в ресторане? — спросил он меня. — Нет, никогда. Но на мой обед приедете? Мне хочется выпить за здоровье моей милой сотрудницы. Без вашей помощи я не кончил бы романа вовремя. Итак, приедете? — Я отвечала, что спрошу мнение моей матери, а про тебя решила не ехать. При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью. На другой день, 30 октября, я принесла Федору Михайловичу переписанную вчерашнюю диктовку. Он как-то особенно приветливо меня встретил, и даже краска бросилась ему в лицо, когда я вошла. По обыкновению мы пересчитали переписанные листочки и порадовались, что их оказалось так много, больше, чем мы ожидали. Федор Михайлович сообщил мне, что сегодня перечитает роман, кое-что в нем исправит и завтра утром отвезет Столовскому. Тут же он передал мне 50 рублей условленной платы, крепко пожал руку и горячо поблагодарил за сотрудничество. Я знал, что 30 октября — день рождения Федора Михайловича, а потому решила заменить мое обычное черное суконное платье лиловым шелковым. Федор Михайлович, видевший меня тогда в трауре, был польщен моим вниманием, нашел, что лиловый цвет мне очень идет, и что в длинном платье я окажусь выше и стройнее. Мне было очень приятно слышать его похвалы, но удовольствие мое было нарушено приходом вдовы брата Федора Михайловича, Эмилии Федоровны, приехавшей поздравить его с днем рождения. Федор Михайлович нас познакомил и объяснил своей невестке, что благодаря моей помощи он успел кончить роман к сроку и тем избежать грозившей ему беды. Несмотря на эти слова, Эмилия Федоровна отнеслась ко мне сухо и высокомерно, чем меня очень удивило и обидело. Федору Михайловичу не понравился нелюбезный тон его невестке, и он стал ко мне еще добрее и радушнее. Предложив мне просмотреть какую-то только что вышедшую книгу, он отвел Эмилию Федоровну в сторону и стал показывать ей какие-то бумаги. Вошел Аполлон Николаевич Майков. Он раскланялся со мной, но меня, очевидно, не узнал. Обратившись к Федору Михайловичу, он спросил, как подвигается его роман. Федор Михайлович, занятый разговором с невесткой, вероятно, не расслышал вопроса и ничего ему не отвечал. Тогда я решилась ответить за Федора Михайловича и сказала, что роман окончен еще вчера и что я только что принесла переписанную последнюю главу. Майков быстро подошел ко мне, протянул руку и извинился, что сразу не узнал. Объяснил это своей близорукостью, а также тем, что в черном платье я показалась ему ниже ростом. Он стал расспрашивать о романе и спросил мое мнение. Я с восторгом отозвалась о новом, ставшем столь дорогим мне произведении. Сказала, что в нем есть несколько необыкновенно живых и удавшихся типов, бабушка, мистер Астлей и влюбленный генерал. Мы проговорили минут двадцать, и мне так легко было разговаривать с этим милым, добрым человеком. Эмилия Федоровна была удивлена и даже несколько шокирована вниманием ко мне Майкова. Но сухость и тона не изменила, считая, вероятно, ниже своего достоинства отнестись с добрым вниманием к стенографистке. Майков скоро ушел. Я последовала его примеру, не желая переносить высокомерные отношения ко мне Эмилии Федоровны. Федор Михайлович очень уговаривал меня остаться и всячески желал смягчить неделикатность своей невестки. Он проводил меня до передней и напомнил мне обещание пригласить его к нам. Я подтвердила приглашение. Когда же я могу приехать? — Завтра? — Нет, завтра меня не будет дома. Я звона гимназической подруги. — Послезавтра? — Послезавтра у меня лекция стенографии. Так значит, второго ноября. В среду второго я иду в театр. — Боже мой, у вас все дни разобраны. Знаете, Анна Григорьевна, мне думается, что вы это нарочно говорите. Вам просто не хочется, чтобы я приезжал. — Скажите правду. — Да нет же, уверяю вас. Мы будем рады вас у себя видеть. Приезжайте третьего ноября в четверг вечером часов в семь. Только в четверг. Как это долго. Мне будет без вас так скучно. Я, конечно, приняла эти слова за милую шутку. Глава восьмая. И так блаженное для меня время миновало. И наступили скучные дни. За этот месяц я так привыкла весело торопиться к началу занятий, так радостно встречаться с Федором Михайловичем, и так оживленно с ним разговаривать, что это сделалось для меня потребностью. Все прежние обычные занятия потеряли для меня интерес и показались пустыми и ненужными. Даже обещанное посещение Федора Михайловича не только не радовало, но, напротив, тяготило меня. Я понимала, что ни моя добрая мама, ни я не можем быть занимательными собеседницами такого умного и талантливого человека. Так, если до сих пор у нас с Федором Михайловичем велить оживленные беседы, то, думала я, лишь потому, что они вращались около дела нас обоих интересовавшего. Теперь же Федор Михайлович явится к нам в качестве гостя, которого необходимо занимать. Я стала придумывать темы для наших будущих разговоров и мучилась мыслью, что впечатления утомительной поездки в нашу окраину и скучно проведенного вечера изгладят у Федора Михайловича, как у чрезвычайно впечатлительного человека, воспоминания о прежних наших встречах. И он пожалеет, зачем назвался на такое скучное знакомство. Мечтая увидеться с Федором Михайловичем, я, однако, готова была желать, чтобы он забыл о своем обещании посетить нас. Как человек жизнерадостный, я старалась занять себя и растеять свое печальное, вернее, тревожное настроение. Побывала у подруги, а на следующий вечер пошла на лекцию стенографии. Альхин встретил меня поздравлением с успешным окончанием работы. Федор Михайлович писал ему об этом и благодарил за рекомендацию стенографа, с помощью которого он мог довести свой роман до благополучного конца. Федор Михайлович прибавлял, что новый способ работы оказался для него удобным, и он рассчитывает и впредь им пользоваться. В четверг, 3 ноября, я с утра начала приготовление к приему Федора Михайловича. Сходила купить груш того сорта, который он любил, и разных гостинцев, какими он иногда меня угощал. Целый день я чувствовала себя беспокойной, а к семи часам волнение мое достигло крайней степени. Но пробила половина восьмого, восемь, а он все не приезжал. И я уже решила, что он отдумал приехать или забыл свое обещание. В половине девятого раздался, наконец, столь жданный звонок. Я поспешил навстречу Федору Михайловичу и спросил его, «Как это вы меня разыскали, Федор Михайлович?» «Вот хорошо», — отвечал он приветливо, — «вы говорите это таким тоном, будто вы недовольны, что я вас нашел». А я ведь вас ищу с семи часов. Объехал окрестности и всех расспрашивал. Все знают, что тут имеется Костромская улица, а как в нее попасть, указать не могут. Спасибо, нашелся добрый человек, сел на облучок и показал кучеру, куда ехать. Костромская улица находится за Николаевским госпиталем, через ворот которого, ближайший к ней путь. Вечером ворота эти запирались, и попасть в эту улицу можно было или с Слоновой улицы, ныне Суворовского проспекта, или с Малой Болотной, примечания Достоевской. Вошла моя мать, и я поспешила представить ей Федора Михайловича. Он галантно поцеловал у ней руку и сказал, что очень обязан мне за помощь в работе. Мама принялась разливать чай, а Федор Михайлович тем временем рассказывал мне, сколько тревог принесла ему доставка рукописи Стелловскому. Как мы предвидели, Стелловский схитрил. Он уехал в провинцию, и слуга объявил, что неизвестно, когда он вернется. Федор Михайлович поехал тогда в контору из зданий Стелловского и пытался вручить рукопись заведующему конторой, но тот наотрез отказался принять, говоря, что неуполномочен на это хозяином. К нотариусу Федор Михайлович опоздал, а в управлении квартала днем никого из начальствующих не оказалось, и его просили заехать вечером. Весь день провел он в тревоге, и лишь в десять часов вечера удалось ему сдать рукопись в конторе квартала Н-ской части и получить от надзирателя расписку. Мы принялись пить чай и беседовать так же весело и непринужденно, как всегда. Придуманные мною темы разговоров пришлось отложить в сторону. Так много явилось новых и занимательных. Федор Михайлович совершенно очаровал мою мать, вначале несколько смущенную посещением знаменитого писателя. Федор Михайлович умел быть обаятельным, и часто впоследствии приходилось мне наблюдать, как люди, даже предубежденные против него, попадали под его очарование. Федор Михайлович сказал мне, между прочим, что хочет неделю отдохнуть, а затем приняться за последнюю часть преступления и наказания. — Я хочу просить вашей помощи, добрая Анна Григорьевна. Мне так легко было работать с вами. Я и впредь хотел бы диктовать, и надеюсь, что вы не откажетесь быть моею сотрудницей. — Охотно стало бы вам помогать, — отвечала я. — Да не знаю, как посмотрит на это Альхин. Быть может, он эту новую работу у вас предназначил для другого своего ученика или ученицы. Но я привык к вашей манере работать, и ею чрезвычайно доволен. Странно было бы, если бы Альхин вздумал мне рекомендовать другого стенографа, с которым я, возможно, и не сойдусь. Впрочем, вы сами, может быть, не хотите у меня больше заниматься. В таком случае я, конечно, не настаиваю. Он был, видимо, огорчен. Я старалась его успокоить. Сказала, что, вероятно, Альхин ничего не будет иметь против этой новой работы, но что мне все же следует его об этом спросить. Около одиннадцати часов Федор Михайлович собрался уходить и, прощаясь, взял с меня слово на первой же лекции переговорить с Альхиным и ему написать. Мы расстались самым дружелюбным образом, и я вернулась в столовую в восторге от нашей столь оживленной беседы. Но не прошло и десяти минут, как вошла горничная и рассказала, что у извозчика-лихача, привезшего Федора Михайловича, кто-то в темноте украл подушку санок. Извозчик был в отчаянии, и лишь обещание Федора Михайловича вознаградить его за потерю могло его утешить. Я так была еще юна, что этот эпизод меня чрезвычайно смутил. Мне представилось, что подобный случай повлияет на отношение Федора Михайловича к нам, и что он не захочет бывать в такой глуши, где его могут ограбить, как ограбили его извозчика. Мне до слез было жалко, что впечатление так чудесно проведенного вечера рушилось от обидной случайности. Глава девятая На другой день после посещения Федора Михайловича я отправилась на целый день к моей сестре Марии Григорьевне Сватковской и рассказывала ей и ее мужу Павлу Григорьевичу о моей работе у Достоевского. Занимаясь днем у Федора Михайловича, а вечером переписывая продиктованное, я видалась с сестрой Машей лишь урывками, и рассказов накопилось много. Сестра слушала внимательно, постоянно перебивая и обо всем подробно расспрашивая, и, видя мое чрезвычайное одушевление, сказала мне на прощание, напрасно, неточка, ты так увлекаешься Достоевским. Ведь твои мечты осуществиться не могут, да и слава Богу, что не могут, если он такой больной и обремененный семьей и долгами человек. Я горячо возразила, что Достоевским совсем не увлекаюсь, ни о чем не мечтаю, а просто рада была беседовать с умным и талантливым человеком и благодарна ему за его всегдашнюю доброту и внимание ко мне. Однако слова сестры меня смутили, и, вернувшись домой, я спрашивала себя, неужели сестра Маша права, и я действительно увлечена Федором Михайловичем? Неужели это начало любви, которую я до сих пор не испытала? Какая это была бы безумная мечта с моей стороны? Разве это возможно? Но если это начало любви, то что же мне делать? Не отказаться ли мне под благовидным предлогом от предлагаемой им мне работы? Не видеть его боли, не думать о нем, постараться мало-помалу забыть и, углубившись в какое-нибудь занятие, возвратить себе прежнее душевное спокойствие, которым я всегда так дорожила. Но ведь возможно, что Маша и ошибается, и никакая опасность не угрожает моему сердцу. Зачем же в таком случае я лишу себя и стенографической работы, о которой я так мечтал, и тех добродушных и интересных бесед, которыми эта работа сопровождалась? Кроме того, страшно жаль было оставить Федора Михайловича без стенографической помощи, раз уж он к ней приспособился, тем более, что среди учеников и учениц Ольхина, кроме двух уже имевших постоянную работу, я не знала, кто бы меня мог вполне заменить и по скорости письма, и по аккуратности в доставке продиктованного. Все эти мысли мелькали в моей голове, и я чувствовала себя очень тревожно. Наступило воскресенье, 6 ноября. В этот день я собралась поехать поздравить мою крестную мать с днем ее ангела. Я не была с нею близка и посещала ее лишь в торжественные дни. Сегодня у ней предполагалось много гостей, и я рассчитывала рассеять не покидавшие меня эти дни гнетущие настроения. Она жила далеко у Оларчина моста, и я собралась к ней засветло. Пока послали за извозчиком, я села поиграть на фортепьяно, и за звуками музыки не расслышала звонка. Чьи-то мужские шаги привлекли мое внимание. Я оглянулась, и к большому моему удивлению и радости увидела входившего Федора Михайловича. Он имел робкий и как бы сконфуженный вид. Я пошла к нему навстречу. «Знаете, Анна Григорьевна, что я сделал?» Сказал Федор Михайлович, крепко пожимая мне руку. «Все эти дни я очень скучал, и сегодня с утра раздумывал, поехать мне к вам или нет. Будет ли это удобно? Не покажется ли вам и вашей матушке странным столь скорый визит. Был в четверг и являюсь в воскресенье. Решил ни за что не ехать к вам, и, как видите, приехал. «Что вы, Федор Михайлович, мама и я, мы всегда будем рады вас видеть у себя». Несмотря на мои уверения, разговор наш не вязался. Я не могла победить моего тревожного настроения и только отвечала на вопросы Федора Михайловича, сама же почти ни о чем не спрашивала. «Была и внешняя причина, которая меня смущала. Нашу большую залу, в которой мы теперь сидели, не успели протопить, и в ней было очень холодно. Федор Михайлович это заметил. «Как у вас, однако, холодно! И какая вы сами сегодня холодная!» Сказал он, и, заметив, что я в светло-сером шелковом платье, спросил, куда я собираюсь. Узнав, что я должна ехать сейчас к моей крестной матери, Федор Михайлович объявил, что не хочет меня задерживать и предложил подвезти меня на своем лихаче, так как нам было с ним по дороге. Я согласилась, и мы поехали. При каком-то крутом повороте Федор Михайлович захотел придержать меня за талию, но у меня, как у девушек, шестидесятых годов, было предубеждение против всех знаков внимания, вроде целования руки, придерживания дам за талию и тому подобного, и я сказала, пожалуйста, не беспокойтесь, я не упаду. Федор Михайлович, кажется, обиделся и сказал, как бы я желал, чтобы вы выпали сейчас из саней. Я расхохоталась, и мир был заключен. Всю остальную дорогу мы весело болтали, и мое грустное настроение как рукой сняло. Прощаясь, Федор Михайлович крепко пожал мне руку и взял с меня слово, что я приду к нему через день, чтобы условиться относительно работы над преступлением и наказанием. Глава десятая 8 ноября 1866 года, один из знаменательных дней моей жизни. В этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад. Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно уже меня ждал. Заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю. «Наконец-то вы пришли!» — радостно сказал он и стал помогать мне развязывать башлык и снимать пальто. «Мы вместе вошли в кабинет. Там на этот раз было очень светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него было возбужденное, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило. «Как я рад, что вы пришли!» — начал Федор Михайлович. «Я так боялся, что вы забудете свое обещание!» «Но почему же вы это думали? Если я даю слово, то всегда его исполняю. Простите, я знаю, что вы всегда верны данному слову. Я так рад, что опять вас вижу. И я рада, что вижу вас, Федор Михайлович, да еще в таком веселом настроении. Не случилось ли с вами чего-либо приятного? Да, случилось. Сегодня ночью я видел чудесный сон. Только-то. И я рассмеялась. Не смейтесь, пожалуйста. Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещами. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится отец, я знаю, что мне грозит беда. Расскажите же ваш сон. Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова, и я им очень дорожу. С казахским просветителем, этнографом и путешественником Чоканом Чингисовичем Валихановым Достоевский познакомился в феврале 1854 года в Омске, где Чокан Валиханов учился в кадетском корпусе. Знакомство Достоевского с Валихановым перешло в тесную дружбу. Известно письмо Достоевского к Валиханову от 14 декабря 1856 года. «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам». В нем я храню мои рукописи, письма и вещи. «Дорогие мне по воспоминаниям». Так вот, вижу я во сне, что стяжу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтриговало. Я стал медленнее перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный бриллиантик, но очень яркий и сверкающий. «Что же вы с ним сделали?» «В том-то и горе, что не помню. Тут пошли другие сны, и я не знаю, что с ним сталось. Но то был хороший сон». «Сны, кажется, принято объяснять наоборот», — заметила я, и тотчас же раскаялась в своих словах. Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело. «Так вы думаете, что со мною не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда?» Печально воскликнул он. «Я не умею отгадывать сны». «Да и не верю им вовсе», — отвечала я. Мне было очень жаль, что у Федора Михайловича исчезло его бодрое настроение, и я старалась его разбеселить. На вопрос, какие я вижу сны, я рассказала их в комическом виде. «Всего чаще я вижу во сне нашу бывшую начальницу гимназии, величественную даму со старомодными буклями на висках, и всегда она меня за что-нибудь распекает. Снится мне так же рыжий кот, что спрыгнул однажды на меня с забора нашего сада и этим страшно напугал. «Ах вы, деточка, деточка», — повторял Федор Михайлович, смеясь и ласково на меня посматривая. «И сны-то у вас какие?» «Ну а что же, весело вам было на именинах вашей крестной?» — спросил он меня. «Очень весело. После обеда старшие сели играть в карты, а мы, молодежь, собрались в кабинете хозяина и весь вечер оживленно болтали. Там было два очень милых и веселых студента». Федор Михайлович опять затуманился. Меня поразило, до чего быстро менялось на этот раз настроение Федора Михайловича. Не зная свойств эпилепсии, я подумала, не предвещает ли это изменчивое настроение приближение припадка, и мне стало жутко. «У нас давно уже повелось, что когда я приходил стенографировать, Федор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал за те часы, когда мы не виделись. Я поспешил спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни. «Новый роман придумывал», — ответил он. «Что вы говорите? Интересный роман? Для меня очень интересен. Только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки. Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу, Сонечку, ну а теперь за помощью обращусь к вам». Софья Александровна Иванова в замужестве Хмырова, племянница Достоевского, дочь Веры Михайловны Достоевской, по мужу Ивановой. Достоевский относился к ней с исключительной любовью, ценил ее за светлый ум и чистоту сердца, в письмах к ней доверял ей свои творческие тайны и сообщал много фактов из личной жизни. Достоевский посвятил Ивановый роман «Идиот» и назвал в честь ее свою дочь. Я с гордостью приготовилась помогать талантливому писателю. Кто же герой вашего романа? Художник. Человек уже не молодой, но, одним словом, моих лет. «Расскажите, расскажите, пожалуйста», — просила я, очень заинтересовавшись новым романом. И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный, последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным. В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства, тяжкая болезнь, которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни, выздоровление художника, встреча с женщиной, которую он полюбил, муки, доставленные ему эту любовью, смерть жены и близких людей, любимой сестры, бедность, долги. Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страстные желания вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим автором, а не были одним лишь плодом его художественной фантазии. На обрисовку своего героя Федор Михайлович не пожалел темных красок. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной, неизлечимой болезнью, паралич руки, хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства. Художник может быть и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся. Видев героя романа самого Федора Михайловича, я не могла удержаться, чтобы не прервать его словами. Но зачем же вы, Федор Михайлович, так обидели вашего героя? Я вижу, он вам не симпатичен. Напротив, очень симпатичен. У него прекрасное сердце. Подумайте, сколько несчастий выпало на его долю, и как безропотно он их перенес. Ведь другой, испытавший столько горя в жизни, наверное, ожесточился бы. А ваш герой все еще любит людей и идет к ним на помощь. Нет, вы решительно к нему несправедливы. Да, я согласен, у него действительно доброе, любящее сердце. И как я рад, что вы его поняли. И вот, продолжал свой рассказ Федор Михайлович, в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем ее Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее. Эти слова подкрепили во мне убеждение, что в героине он подразумевает Анну Васильевну Корвин-Круковскую, свою бывшую невесту. В ту минуту я совсем забыла, что меня тоже зовут Анной. Так мало я думала, что этот рассказ имеет ко мне отношение. Тема нового романа могла возникнуть, думалось мне, под впечатлением недавно полученного от Анны Васильевны письма из-за границы, о котором Федор Михайлович мне на днях говорил. Письмо Корвин-Круковской от первых чисел ноября 1866 года, в котором она делится с писателем своими личными переживаниями, сообщает планы литературных замыслов, признается в своих дружеских чувствах к Достоевскому. Смотри литературно-художественный сборник «Красные панорамы», 1929 год, май, страницы 40-41. Портрет героини был обрисован иными красками, чем портрет героя. По словам автора, Анна была кратка, умна, добра, жизнерадостна и обладала большим тактом в отношениях с людьми. Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила, а хороша собой ваша героиня? Не красавица, конечно, но очень не дурна. Я люблю ее лицо. Мне показалось, что Федор Михайлович проговорился, и у меня сжалось сердце. Недоброе чувство Корвин-Круковской овладело мною, и я заметила, однако, Федор Михайлович, вы слишком идеализировали вашу Аню. Разве она такая? Именно такая. Я хорошо ее изучил. Художник, продолжал свой рассказ Федор Михайлович, встречал Аню в художественных кружках, и чем чаще ее видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И, однако, мечта эта представлялась ему почти невозможную. В самом деле, что мог он, старый, больной человек, обремененный долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке? Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки, и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологическую неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна. Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность и за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придется. Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением. И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь? Он помолчал, как бы колеблясь. «Поставьте себя на минуту на мое место», — сказал он дрожащим голосом. «Представьте, что этот художник я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?» Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор, и что я нанесу страшный удар по самолюбию и гордости его, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала, «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Федора Михайловича, «Они для меня священны». Я была поражена, почти подавлена громадностью моего счастья, и долго не могла в него поверить. Припоминаю, что когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила, «Да разве я могу теперь что-либо обсуждать, ведь я так ужасно счастлива». Не зная, как сложатся обстоятельства и когда может состояться наша свадьба, мы решили до времени никому о ней не говорить, за исключением моей матери. Федор Михайлович обещал приехать к нам завтра на весь вечер и сказал, что с нетерпением будет ждать нашей встречи. Он проводил меня до передней и заботливо повязал мой башлык. Я уже готова была выйти, когда Федор Михайлович остановил меня словами, «Анна Григорьевна, а я ведь знаю теперь, куда девался бриллиантик». «Неужели припомнили сон?» «Нет, сна не припомнил, но я, наконец, нашел его и намерен сохранить на всю жизнь». «Вы ошибаетесь, Федор Михайлович», — смеялась я. «Вы нашли не бриллиантик, а простой камешек». «Нет, я убежден, что на этот раз не ошибаюсь», — уже серьезно сказал мне на прощание Федор Михайлович. Глава одиннадцатая Восторг наполнял мою душу, когда я возвращалась от Федора Михайловича. Помню, что всю дорогу я почти громко восклицала, забывая о прохожих. «Боже мой, какое счастье! Неужели это правда? Разве это не сон? Неужели он будет моим мужем?» Шум уличной толпы несколько отрезвил меня, и я вспомнила, что звона на обед к родственникам, которые праздновали именины моего двоюродного брата Михаила Николаевича Сниткина. Я зашла в булочную, тогда кондитерских было мало, купить именинный пирог. Душа моя была полна восторгом. Все казались добрыми и милыми, и всем мне хотелось сказать что-нибудь приятное. Я не удержалась и заметила немецкой барышне, продававшей пирог. «Какой у вас чудесный цвет лица, и как вы мило причесаны!» У родственников я застала много гостей, но моей матери не было, хотя она обещала приехать к обеду. Меня это огорчило. Мне так хотелось поскорее сообщить ей мою радость. За обедом было весело, но я вела себя очень странно. То всему смеялась, то задумывалась и не слышала, что мне говорили, то отвечала не в попад, и одного господина даже назвала Федором Михайловичем. Надо мною стали шутить, я отговаривалась жестокой мигренью. Наконец приехала моя добрая мама. Я выбежала к ней в переднюю, обняла ее и прошептала на ухо, «Поздравьте меня, я невеста». Больше сказать мне не удалось, так как навстречу маме спешили хозяева. Помню, весь вечер мама очень пытливо на меня поглядывала, не зная, наверное, за кого из присутствовавших моих поклонников я выхожу замуж. Только возвращаясь домой, я могла объяснить ей, что выхожу за Достоевского. Не знаю, была ли моя мать этому рада, думаю, что нет. Как человек опытный, долго живший на свете, она не могла не предвидеть, что в этом супружестве мне предстоит много мучений и горя, как из-за страшной болезни моего будущего мужа, так и из-за недостатка средств. Но она не пробовала меня отговаривать, как делали потом другие, и я ей за это благодарна. Да и кто бы мог меня уговорить отказаться от этого предстоявшего мне великого счастья, которое впоследствии, несмотря на многие тяжелые стороны нашей совместной жизни, болезнь мужа, долги, оказалось действительным, истинным для нас обоих счастьем. Следующий день, 9 ноября, тянулся для меня томительно долго. Я ничем не могла заняться, и все вспоминала подробности нашей вчерашней беседы, и даже записала ее в свою стенографическую книжку. Федор Михайлович явился в половине седьмого и начал созвенение, что приехал на полчаса ранее назначенного времени. Но я не мог вытерпеть. Мне так хотелось поскорее свидеться с вами. У нас те же невзгоды, отвечала я, смеясь. Я весь день ничего не делала, все о вас думала, и так ужасно счастливо, что вы приехали. Федор Михайлович тотчас же обратил внимание на то, что я одета в светлый костюм. Всю дорогу к вам я раздумывал, снимете ли вы траур, или будете и теперь носить черное платье. И вот вы в розовом. Анна Григорьевна носила траур по отцу. Но как же могло быть иначе, когда у меня на душе такая радость? Разумеется, пока мы не объявим о нашей свадьбе, я буду носить в обществе траур, а дома для вас светлые. Вам очень идет розовый цвет, сказал Федор Михайлович. Но в нем вы еще помолодели и кажетесь девочкой. Моя маложавость, видимо, смущала Федора Михайловича. Я стала, смеясь, уверять его, что очень скоро постарею. И хоть это обещание было шуткой, но в моей жизни оно, благодаря многим обстоятельствам, скоро исполнилось. То есть, вернее, я не постарела, а старалась и в нарядах твоих, и в разговорах быть настолько солидной, что разница лет между мною и мужем скоро стала почти незаметна. Пошла моя мать. Федор Михайлович поцеловал ей руку и сказал, «Вы, конечно, уже знаете, что я просил руки вашей дочери. Она согласилась быть моей женой, и я этим чрезвычайно счастлив. Но мне хотелось бы, чтобы вы одобрили ее выбор. Анна Григорьевна так много говорила о вас хорошего, что я привык вас уважать. Даю вам слово, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы она была счастлива. Для вас же я буду самым преданным и любящим родственником». Надо отдать справедливость Федору Михайловичу, что за четырнадцать лет нашего брака он всегда был очень почтителен и добр с моей матерью, искренне любил и почитал ее. Произнес Федор Михайлович свою маленькую речь торжественно, но несколько сбивчиво, о чем и сам потом заметил. Мама была очень тронута, обняла Федора Михайловича, просила его любить беречь меня и даже расплакалась. Я поспешила прервать эту, может быть, несколько тягостную для Федора Михайловича сцену словами «Милая мамочка, дайте нам скорее чаю». Федор Михайлович ужасно азиам. Принесли чай, мы уселись со стаканами в руках в мягких старинных креслах и принялись оживленно разговаривать. Прошло около часу, как раздался звонок, и девушка доложила о приходе двух молодых людей, часто у нас бывавших. На этот раз меня очень раздосадовали эти непрошенные гости, и я попросила мою мать, пожалуйста, выйдите к ним и скажите, что извиняюсь и что у меня болит голова. Пожалуйста, не отказывайте им, Анна Николаевна, перебил Федор Михайлович и, обратясь ко мне, прибавил в полголоса. Мне хочется видеть вас в обществе молодежи, ведь до сих пор я видел вас только с нами, со стариками. Я улыбнулась и просила звать гостей. Я представила их Федору Михайловичу и назвала его. Молодые люди были несколько смущены неожиданным знакомством с известным романистом. Чтобы объяснить им некоторую торжественность обстановки, в которой они нас застали, я сказала гостям, что они попали на фестиваль по случаю окончания нашей общей работы над новым романом. Мне очень захотелось затеять общий разговор и втянуть в него Федор Михайлович. Я воспользовалась вопросом одного из молодых людей, прошла ли моя вчерашняя мигрень и сказала, это вы виноваты в моей головной боли. Вы все так много курили, не правда ли, Федор Михайлович, много курить не следует. Я тут плохой судья. Я сам много курю. Но ведь это же вредно для здоровья. Конечно, вредно. Но это привычка, от которой трудно избавиться. Это были единственные слова, сказанные Федором Михайловичем. Мне не удалось втянуть его в дальнейший разговор. Он курил и пытливо посматривал на меня и на гостей. Молодые люди были смущены. Им, очевидно, импонировало имя Достоевского. Они сказали, что вчера, после моего ухода от родственников, было решено поехать всем вместе посмотреть Юдивь Серова. И им поручено узнать, в какой день я свободна и взять ложу. Я очень любезно, но решительно объяснила, что в оперу не поеду, так как начну теперь усиленно заниматься стенографией, чтобы догнать товарищей. Ну, а на концерт 15 ноября поедете? Ведь вы же обещали, сказали огорченные молодые люди. И на концерт не поеду. Все по той же причине. Но ведь вам было так весело на этом концерте в прошлом году. Мало ли что было в прошлом году. С тех пор много воды утекло, сентациозно заметил я. Молодые люди почувствовали себя лишними и поднялись уходить. Я их не удерживала. Ну, довольны бы мной, спросила я Федора Михайловича по уходе гостей. Вы щебетали, как птичка. Жаль только, что вы обидели ваших поклонников, так категорически отказываясь от всего, что прежде вас интересовало. Бог с ними. На что они мне теперь? Мне нужен только один. Мой дорогой, мой милый, мой славный Федор Михайлович. Так я милый? Так я для вас дорогой, сказал Федор Михайлович. И вновь началась задушевная беседа, продолжавшаяся весь вечер. Какое то было счастливое время. И с какой глубокую благодарность судьбе я о нем вспоминаю. Глава двенадцатая Принятое нами решение хранить в тайне от родных и знакомых нашу помолвку продержалось не более недели. Тайна наша открылась самым неожиданным образом. Федор Михайлович, приезжая к нам, брал извозчика по часам от семи до десяти. Во время долгого пути к нам и обратно Федор Михайлович, любивший простых людей, разговаривал обыкновенно со своим извозчиком. Чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем, он рассказывал ему про свою предстоящую женитьбу. Однажды, вернувшись от нас домой и не найдя в кармане мелочи, он сказал извозчику, что сейчас вышлет ему деньги. Деньги вынесла служанка. Не зная которому из трех извозчиков, стоявших у ворот, следует уплатить, она спросила, кто сейчас привез старого барина. Это жениха-то я привез. Какого жениха? Наш барин не жених, а нет жених. Сам мне сказывал, что жених. Да я и невесту видал, когда дверь отворяли, выходила его проводить, такая веселая, все смеется. Да ты откуда барина привез? Из подсмольного привез. Федосия, знавшая мой адрес, догадалась, кто невеста ее барина и поспешила сообщить это известие Павлу Александровичу. Всю эту сцену рассказал мне на завтра Федор Михайлович. Он подробно расспросил Федосию, и так картинно, что она навсегда осталась в моей памяти. Когда я спросила, какое впечатление произвело на его пасынка известия о нашей помолвке, Федор Михайлович затуманился и, видимо, хотел отклонить расспрос. Я настаивала на подробностях. Федор Михайлович рассмеялся и рассказал, что сегодня утром явился к нему в кабинет Паша в парадном костюме и синих очках, которые надевал лишь в торжественных случаях. Он объявил Федор Михайловичу, что узнал о его предстоящем браке, что он поражен, удивлен и возмущен, своей судьбы, Федор Михайлович не подумал спросить совета и согласия у своего сына, которого это решение столь близко касается. Просил отца вспомнить, что он уже старик и что ему не по летам и не по силам начинать новую жизнь. Напоминал, что у Федора Михайловича имеются другие обязанности и прочее и прочее. Павел Александрович по словам Федора Михайловича говорил важно, напыщенно и наставительно. Его так возмутил тон пасынка, что он вышел из себя, закричал и прогнал его из кабинета. Когда через два дня я пришла к Федору Михайловичу, узнав, что у него был припадок, то пасынок его ко мне не вышел. Он очень шумно передвигал что-то в столовой и сердито распекал служанку с целью показать мне, что он дома. Затем, в следующий мой приход, через неделю, Павел Александрович, вероятно, по приказанию отчима, вошел в кабинет, сухо и официально меня поздравил, посидел молча минут десять и имел обиженный и огорченный вид. Но Федор Михайлович был в тот день в чудесном настроении, мне так же было весело и оба мы были так счастливы, что совсем не обратили внимания на строгий и сдержанный тон Павла Александровича. Впоследствии, когда он заметил, что его суровый вид на нас не действует, а только сердит Федор Михайлович, он переменил гнев на милость и стал со мною вежлив и любезен, не упуская, однако, случая сказать мне какую-нибудь колкость. Глава тринадцатая Счастливое время нашего жениховства пролетело для нас чрезвычайно быстро. С внешней стороны дни шли однообразно. Под предлогом усиленных занятий стенографией я ни у кого не бывала, никого к себе не приглашала, не ездила ни в концерты, ни в театр. Исключение составил вечер, проведенный мною на представлении драмы «Смерть Иоанна Грозного» графа Алексея Толстого. Федор Михайлович очень ценил эту драму и захотел посмотреть ее вместе со мною. Высказывание самого Достоевского о драме «Толстого смерть Иоанна Грозного» не сохранилось. Известно лишь, как пишет об этом Анна Григорьевна в конце своих мемуаров, что Достоевский собирался в начале февраля 1881 года сыграть роль схимника в смерти Иоанна Грозного в домашнем спектакле у Софьи Андреевны Толстой. Дочь писателя вспоминает, что однажды Достоевский стал нам читать стихотворения Пушкина и Алексея Толстого, двух поэтов, которых он больше всего любил. Любовь Федоровна Достоевская, 89-я страница. Он взял ложу и, кроме меня, пригласил Эмилию Федоровну с дочерью и сыновьями, а также Павла Александровича. Как неприятно было для меня делиться впечатлениями с Федором Михайловичем, но присутствие неприязненно настроенных против меня людей очень меня тяготило. Эмилия Федоровна так откровенно выказывала свое недоброжелательство, что под конец я сделалась очень грустна, что тотчас же заметил Федор Михайлович. Он стал спрашивать, что со мною, и я сослалась на головную боль. Впрочем, этот неприятный вечер не мог разрушить моего счастливого настроения. В душе моей царил вечный праздник. Я всегда, прежде находившие себе занятия, теперь решительно ничего не делал. Целыми днями думала я о Федоре Михайловиче, вспоминала вчерашние с ним разговоры и с нетерпением ждала, когда он сегодня опять приедет. Он приезжал обыкновенно в семь, иногда в половине седьмого. К его приезду всегда кипел на столе самовар. Наступила зима, и я боялась, как бы Федор Михайлович не простудился во время своего долгого пути к нам. Как только он входил в комнату, я спешила дать ему стакан горячего чаю. Я считала за большую жертву с его стороны ежедневные посещения меня, и, жалея его против своего желания, уговаривала его пропускать иногда вечера. Федор Михайлович в ответ уверял меня, что приезжать к нам для него наслаждение, что он оживает и успокаивается, бывая у меня, и тогда откажется от ежедневных посещений, когда я сама скажу, что они меня тяготят. Он говорил это шутя, так как видел, до чего я была всегда ему рада. После чаю мы усаживались в наших старинных креслах, а на разделявший на столик ставились разнообразные гостинцы. Федор Михайлович каждый вечер привозил конфеты от Балле, его любимая кондитерская. Зная его тяжелые материальные обстоятельства, я убеждал Федора Михайловича не привозить конфет, но он находил, что подарки жениха невесте составляют добрый старинный обычай, и нарушать его не следует. В свою очередь у меня всегда были приготовлены любимые Федором Михайловичем груши, изюм, финики, шептала, пастила, все в небольшом количестве, но всегда свежее и вкусное. Я нарочно ходила сама по магазинам, выискивая что-либо особенное, чем побаловать Федора Михайловича. Он удивился и уверял, что только такая лакомка, как я, могла разыскать столь вкусные вещи. Я же утверждала, что это он страшный лакомка. Так мы и не могли решить, кто же из нас в этом больше грешен. Когда наступало десять часов, я начинала торопить Федора Михайловича ехать домой. Местность, где находились дома моей матери, была очень пустынная, и я боялась, как бы с ним не случилось несчастье. В первые же вечера я предлагал Федору Михайловичу нашего дворника в провожатые, но он и слышать о том не хотел. Он уверял, что ничего не боится и сам справится, если бы кто на него напал. Его уверения мало меня успокаивали, и я приказывала дворнику тайно провожать его до поворота в оживленную слоновую улицу, держась от санок в пятнадцати двадцати шагах. Случалось, что Федор Михайлович не мог ко мне приехать, читал на литературном вечере или был на званом обеде. В таких случаях мы уговаривались накануне, чтобы я пришла к Федору Михайловичу к часу и оставалась до пяти. С умилением вспоминаю, как он уговаривал меня посидеть еще десять минут, еще четверть часика, и жалобно говорил, подумай, Аня, я ведь не увижу тебя целые сутки. Случалось, что он в тот же вечер, скользнув из гостей или выполнив свой номер чтения, приезжал к нам в девять или в половине десятого и торжествуя говорил, а я сбежал, как школьник, хоть полчасика посидим вместе. Я, конечно, была безумно рада повидать его еще раз в этот день. Федор Михайлович приезжал к нам всегда благодушный, радостный и веселый. Я часто недоумевала, как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых. Об этом писали Григорович, Тимофеева, Поченковская, смотри, Достоевский в воспоминаниях, том 1, 127-я страница, том 2, 126-я страница, страхов, смотри, биография, 317-я страница. Вместе с тем, часто встречавшийся с Достоевским Метранпаш Александров вспоминает, «Первое впечатление, произведенное на меня Федором Михайловичем, было похоже на те впечатления, какие он первоначально производил на большинство людей, имевших с ним дело впервые, и при каких оставались те из этих людей, которым не пришлось сойтись с Федором Михайловичем покороче». Достоевский в воспоминаниях, том 2, 218-я страница. Кстати, припоминаю следующий случай. Как-то расспрашивая меня о моем преподавателе стенографии Ольхине, Федор Михайлович сказал, «Какой это угрюмый человек!» Я рассмеялась. «Ну, представь себе, что сказал мне Павел Матвеевич после свидания с тобой?» «Предлагаю вам работу у писателя Достоевского, только не знаю, как вы с ним сойдетесь. Он мне показался таким мрачным, таким угрюмым человеком, и вот ты теперь высказываешь точно такое же о нем мнение. На самом деле вы оба вовсе не мрачные и не угрюмы, а лишь кажетесь такими». «Что же ты отвечала тогда Ольхину?» полюбопытствовал Федор Михайлович. «Я сказала, зачем мне сходиться с Достоевским? Я постараюсь как можно лучше исполнить его работу, а самого Достоевского я до того уважаю, что даже боюсь». «И вот, несмотря на предсказания Ольхина, мы с тобою сошлись и сошлись на всю жизнь. Не правда ли, милая моя Анечка?» спросил Федор Михайлович, ласково на меня поглядывая. «Но если Федор Михайлович приезжал к нам в добром настроении, то и я была вестела, шаловлива и болтлива. Голос мой звенел, как колокольчик, я заливалась веселым смехом от всякого пустяка, и тогда Федор Михайлович всплескивал руками и с комическим ужасом восклицал. «Ну, что я буду делать с таким ребенком, скажи, пожалуйста? И куда девалась та строгая, почти суровая Анна Григорьевна, которая приходила ко мне стенографировать?» «Решительно мне ее подменили». Я тотчас принимала важную осанку и начинала говорить с ним наставительным тоном. Дело кончалось общим смехом. Впрочем, я не всегда была весела. Я бывала очень недовольна, когда Федор Михайлович принимал на себя роль молодящегося старичка. Он мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя из дядюшки на сна. Высказывал он чрезвычайно оригинальные и неожиданные мысли, говорил весело и талантливо, но меня эти рассказы в тоне молодящегося, но никуда негодного старичка всегда коробили, и я переводил разговор на что-либо другое. О чем только не переговорили мы в эти счастливые три месяца. Я подробно расспрашивал у Федора Михайловича о его детстве, юности, об инженерном училище, о политической деятельности, о ссылке в Сибирь, о возвращении. Мне хочется знать все о тебе, говорил и я, ясно видеть твое прошлое, понять всю твою душу. Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. Детство Достоевского из-за его отца, человека угрюмого и вспыльчивого, было не всегда таким счастливым, безмятежным, как пишет Анна Григорьевна. В письме к Врангелю от 9 марта 1857 года Достоевский замечает «Более всего беспокоит меня за вас, друг мой, отношения ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю, по опыту, что подобные неприятности нестерпимы. Характера, как у вашего отца, странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствительности и великодушия. Не знаю его лично, я так заключаю о нем, ибо знал в жизни два раза точно такие же отношения, как у вас с ним». Письма том 1, 215-я страница. Младший брат писателя Андрей Михайлович рисует в своих воспоминаниях Ленинград, 1930-й год, их мать Марию Федоровну, как женщину редкой доброты, чуткую, нежную, обладавшую литературными и музыкальными способностями. Образ матери Алеши в братьях Карамазовых возможно навеян воспоминаниями о Марии Федоровне. Он особенно любил старшего брата Мишу и старшую сестру Вареньку. Младшие братья и сестры не оставили в нем сильного впечатления. Я расспрашивал у Федора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине. Объясняю это тем, что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился. Анна Григорьевна имеет в виду участие Достоевского в кружке петрашевцев, за что он был приговорен к смертной казни, замененной четырехлетней каторгой и пятилетней службой в сибирском линейном батальоне. Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Федор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне, за исключением одного случая в Женеве, о котором расскажу в свое время. В рукописи воспоминаний этого эпизода нет. Несравненно охотнее вспоминал он о своей невесте Корвин Круковской. На мой вопрос, почему разошлась их свадьба, Федор Михайлович отвечал, Анна Васильевна одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств, но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. Я вернул ей данное слово, и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива. Федор Михайлович всю остальную жизнь сохранял самые добрые отношения с Анной Васильевной и считал ее своим верным другом. Когда лет шесть спустя после свадьбы я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренне полюбили друг друга. Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми. Но не менее справедливо было и его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливыми вместе. В Анне Васильевне не было той уступчивости, которая необходима в каждом добром супружестве, особенно в браке с таким больным и раздражительным человеком, каким часто вследствие своей болезни бывал Федор Михайлович. К тому же она тогда слишком интересовалась борьбой политических партий, чтобы уделять много внимания семье. С годами она изменилась, и я помню ее прекрасную женою и нежную матерью. Судьба Корвин-Круковской сестры знаменитой Софьи Ватильной Ковалевской сложилось печально. Вскоре после разрыва с Федором Михайловичем она уехала за границу и встретилась там с французом господином Жакларом, человеком одних с нею политических убеждений. Она полюбила его и вышла за него замуж. Во времена Парижской коммуны Жаклар, как ярый коммунар, оказался в числе приговоренных к смертной казни. Заключен он был в крепость где-то вблизи немецкой границы. Отец Анны Васильевны за 20 тысяч франков подкупил кого следовало и ему дали возможность бежать в Германию. Указание о том, что Жаклар бежал в Германию из крепости вблизи немецкой границы ошибочно. На самом деле Жаклар содержался в тюрьме Шантие в Версале, откуда бежал в Женеву 7 октября 1871 года. Подробности побега Жаклара и участия в его освобождении отца Анны Васильевны генерала Корвин-Круковского смотрев книги «Книжник Ветров. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской коммуны. Ленинград. 1964 год. Страница 190-203». Затем Жаклар Корвин, присоединивший по иностранному обычаю фамилию жены к своей собственной, переехал с семьей в Петербург, где получил место преподавателя французской литературы в женских гимназиях. Жил Жаклар с женою очень дружно, но он тосковал по родине, и это очень тревожило Анну Васильевну. Вскоре и материальное положение их изменилось к худшему. Полученные в приданые за Анной Васильевной значительные деньги, он пустил в оборот, и так неудачно, что через несколько лет на их руках остался лишь за большую сумму заложенный дом на Васильевском острове. Разорение так подействовало на Анну Васильевну, что она, вообще слабая здоровьем, стала сильно хворать. Муж ее, получивший к тому времени право вернуться на родину, увез ее в Париж. По делам им приходилось часто возвращаться в Петербург, и во время ее предсмертной болезни мне через Победоносцева удалось оказать Анне Васильевне услугу именно выхлопотать для ее мужа, которого высылали из столицы в двухдневный срок за политическую неблагонадежность, отсрочку на несколько недель для устройства дел и сопровождения больной жены и маленького сына за границу. Умерла Анна Васильевна в Париже в 1887 году. 22 марта 1887 года Жак-Лар получил предписание министра внутренних дел в течение трех дней выехать из России. 2 апреля 1887 года Достоевская пишет письмо жене Победоносцева с просьбой продлить пребывание Жак-Лара в России недели на две-три. Ходатайство Достоевской побудило Победоносцева сделать запрос о Жак-Ларе и 4 апреля 1887 года начальник департамента полиции Дурново доложил Победоносцеву, что он вчера уже сделал распоряжение об отсрочке выезда его Жак-Лара из Петербурга на 10 дней. Смотри Победоносцев и его корреспонденты том 1 книга 2 Москва Петроград 1923 год страницы 680-682 Глава 14 В одной из наших вечерних бесед Федор Михайлович спросил меня «Скажи, Аня, а ты помнишь тот день, когда ты впервые осознала, что меня полюбила?» «Знаешь, дорогой мой», отвечала я, «имя Достоевского знакомо мне с детства. В тебя, или вернее в одного из твоих героев я была влюблена с 15 лет». Федор Михайлович засмеялся, приняв мои слова за шутку. «Серьезно, я говорю серьезно», продолжала я. «Мой отец был большим любителем чтения, и когда речь заходила о современной литературе, всегда говорил «Ну что теперь за писатели? Вот в мое время были Пушкин, Гоголь, Жуковский, из молодых был романист, Достоевский, автор бедных людей, то был настоящий талант. К несчастью, впутался в политическую историю, угодил в Сибирь, и там пропал без вести». Зато как же был рад мой отец, когда узнал, что братья Достоевские хотят издавать новый журнал время. «А Достоевский-то возвратился, с радостью говорил он нам. Слава Богу, не пропал человек». Убегала в сад и садилась куда-нибудь под кусты, чтобы без помехи насладиться чтением твоего романа. Но, увы, хитрость мне не удавалась. Приходила сестра Маша и по праву старшей отбирала от меня новую книгу, невзирая на мольбы позволить мне дочитать главу униженных. «Я ведь порядочная мечтательница», продолжала я. «И герои романа всегда для меня живые люди. Я ненавидела князя Волковского, презирала Алешу за его слабоволие, соболезновала старику их миневу, от души жалела несчастную Нелли и не любила Наташу. «Видишь, даже фамилии твоих героев уцелели в памяти». «Я их не помню и вообще смутно вспоминаю содержание романа», заметил Федор Михайлович. «Неужели забыл?» С изумлением отвечала я. «Как это жаль! Я ведь была влюблена в Ивана Петровича, от имени которого ведется рассказ. Я отказывалась понять, как могла Наташа предпочесть этому милому человеку, ничтожного Алешу. Она заслужила свои несчастья, думала я, читая, тем, что оттолкнула любовь Ивана Петровича. Странно, я почему-то отождествляла столь симпатичного мне Ивана Петровича с автором романа. Мне казалось, что это сам Достоевский рассказывает печальную историю своей неудавшейся любви. «Если ты забыл, ты должен непременно перечесть этот прекрасный роман». Федор Михайлович заинтересовался моим рассказом и обещал перечитать униженных, когда будет свободное время. «Кстати, продолжала я, помнишь, ты однажды в начале нашего знакомства спросил меня, была ли я влюблена? Я ответила не разу в живое лицо, но пятнадцать лет была влюблена в героя одного романа. Ты спросил, какого романа? И я поспешила замять разговор. Мне показалось неловко назвать героя твоего романа. Ты мог принять это залезть барышней, желающей иметь литературную работу. Я же хотела быть вполне независимой. А сколько слез пролила я над записками из мертвого дома? Мое сердце было полно сочувствия и жалости к Достоевскому, перенесшему ужасную жизнь каторги. С этими чувствами пришла я к тебе работать. Мне так хотелось помочь тебе хоть чем-нибудь облегчить жизнь человека, произведениями которого я так восхищалась. Я благодарила Бога, что Альхин выбрал для работы с тобой меня, а не кого-нибудь другого. Заметив, что мои замечания о записках из мертвого дома навеяли на Федора Михайловича грустное настроение, я поспешила перевести разговор и шутливо заметила, знаешь, сама судьба назначила меня тебе в жены, меня шестнадцати лет прозвали неточкой незвановой, я Анна, значит неточка, а так как я часто приходила к моим родственникам незваная, то меня в отличие от какой-то другой неточки и прозвали неточкой незвановой, намекая этим на мое пристрастие к романам Достоевского, зови и ты меня неточкой, просила я Федор Михайлович, нет, отвечал он, моя неточка много горя вынесла в жизни, а я хочу, чтобы ты была счастлива, лучше уж буду звать тебя Аней, как мне полюбилось. На следующий вечер я в свою очередь предложил Федору Михайловичу давно интересовавший меня вопрос, но который я стеснялась задать, когда он почувствовал, что полюбил меня, и когда решил сделать мне предложение. Федор Михайлович начал припоминать и к большому моему огорчению признался, что в первую неделю нашего знакомства совершенно не приметил моего лица. Как не приметил, что это значит, удивилась я. Если тебе представят нового знакомого, и ты скажешь с ним несколько обыденных фраз, разве ты запомнишь его лицо? Ведь нет? Я, по крайней мере, всегда забываю. Так случилось и на этот раз. Я говорил с тобой, увидел твое лицо, но ты уходила, и я тотчас же его забывал, и не мог бы сказать, блондинка ты или брюнетка, если бы кто-нибудь меня об этом спросил. Лишь в конце октября я обратил внимание на твои красивые серые глаза и добрую ясную улыбку. Да и не все твое лицо мне стало тогда нравиться, и чем дальше, тем больше. Теперь же для меня лучше твоего лица на свете нет. Ты для меня красавица, да и для всех красавица, наивно прибавил Федор Михайлович. В первое твое посещение, продолжал он вспоминать, меня поразил такт, с которым ты себя держала, твое серьезное, почти суровое обращение. Я подумал, какой привлекательный тип, серьезные и деловитые девушки, и я порадовался, что он у нас в обществе народился. Я как-то нечаянно сказал неловкое слово, и ты так на меня посмотрела, что я стал взвешивать свои выражения, боясь тебя оскорбить. Затем меня стала удивлять и привлекать та искренняя сердечность, с которую ты вошла в мои интересы, и то сочувствие, которое проявило по поводу грозившей мне беды. Ведь вот, думал я, мои родные, мои друзья, кажутся, и любят меня. Они горюют о том, что я могу лишиться моих литературных прав, негодуют Настиловского, возмущаются, упрекают меня, зачем подписал такой контракт, как будто бы я мог его не подписать, дают советы, утешают меня, а я чувствую, что все это слова, слова и слова, и что никто из них не принимает к сердцу того, что с потерей прав я лишаюсь последнего моего достояния. А это, чужая, едва знакомая девушка разом вошла в мое положение, и не ахая, не восклицая, и не возмущаясь, принялась помогать мне не словами, а делом. Когда через несколько дней установилась наша работа, во мне, чуть не вполне отчаявшемся, затеплилась надежда, пожалуй, если и впредь буду так работать, то, может быть, и поспею к сроку, думалось мне. Твои же уверения, что непременно поспеем, помнишь, как мы вместе пересчитывали переписанные тобою листочки, укрепляли эту надежду и придавали мне силы продолжать работу. Я часто, говоря с тобою, думал про себя, какое доброе сердечко у этой девушки, ведь она не на словах только, а на самом деле жалеет меня и хочет вывести из беды. Я так был одинок душевно, что найти искренно сочувствующего мне человека было большой отрадой. С этого продолжал Федор Михайлович я думаю и началась моя любовь к тебе, а затем понравилось мне и твое милое лицо. Я часто ловил себя на мыслях о тебе, но только тогда, когда мы кончали игрока, и я понял, что мы уже не будем видеться ежедневно, сознал я, что без тебя не могу жить. Вот тогда-то я и решил сделать тебе предложение. Но почему же ты не сделал мне предложение просто, как делают другие, а придумал свой интересный роман, поинтересовалась я. Знаешь, голубчик мой, Аня, говорил растроганным голосом Федор Михайлович, когда я почувствовал, что ты для меня значишь, то пришел в отчаяние, и намерение жениться на тебе показалось мне чистым безумием. Подумай только, какие мы с тобою разные люди, одно неравенство лет чего стоит, ведь я почти старик, а ты чуть не ребенок, я болен неизлечимую болезнью, угрюм и раздражителен, ты же здорова, бодра и жизнерадостна. Я почти прожил свой век, и в моей жизни много было горя, тебе же всегда жилось хорошо, и вся твоя жизнь еще впереди. Наконец, я беден и обременен долгами. Чего же можно ожидать при всем этом неравенстве? Или мы будем несчастны, и, промучившись несколько лет, разойдемся, или же сойдемся на всю остальную жизнь, и будем счастливы. Мне было больно слышать такое самоуничижение Федора Михайловича, и я пылко возразила «Дорогой мой, ты все преувеличил, предполагаемого тобою неравенства между нами нет. Если мы крепко полюбим друг друга, то станем друзьями и будем бесконечно счастливы. Меня страшит другое». Ну, как ты, такой талантливый, такой умный и образованный, берешь в спутнице своей жизни глупенькую девушку, сравнительно с тобою малообразованную, хотя и получившую в гимназии большую я ею тогда очень гордилась, но не настолько развитую, чтобы идти с тобою вровень. Боюсь, ты меня скоро разгадаешь и станешь досадовать и огорчаться тем, что я не способна понимать твои мысли. Вот это неравенство хуже всякого несчастья. Федор Михайлович поспешил меня успокоить, наговорив много для меня лестного. Мы вернулись к интересовавшему меня разговору о предложении. Я долго колебался, как его сделать, говорил Федор Михайлович, пожилой, некрасивый мужчина, делающий предложение молодой девушке и не встречающей взаимности, может показаться смешным, а я не хотел быть смешным в твоих глазах. Вдруг на моё предложение ты ответила бы, что любишь другого. Твой отказ поселил бы между нами охлаждение и наши прежние дружеские отношения стали бы немыслимы. Я потерял бы в тебе друга, единственного человека, который за последние два года так сердечно ко мне относился. Повторяю, я так душевно одинок, что лишиться твоей дружбы и помощи было бы для меня слишком тяжело. Вот я и придумал узнать твои чувства, рассказав тебе план нового романа. Мне легче было бы перенести твой отказ, ведь речь шла о героях романа, а не о нас самих. В свою очередь я рассказала все, что пережила во время его литературного предложения. Моё непонимание, ревность и зависть Канне Васильевне и прочее. Выходит, удивился очень Фёдор Михайлович, стало быть, что я напал на тебя врасплох и насильно вынудил согласие. А, впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший изо всех когда-либо мною написанных. Он сразу же имел успех и произвёл желаемое впечатление. Глава пятнадцатая В чаду новых радостных впечатлений мы с Фёдором Михайловичем как-то позабыли о работе над окончанием преступления и наказания, а между тем оставалось написать всю третью часть романа. Фёдор Михайлович вспомнил о ней в конце ноября, когда редакция русского вестника потребовала продолжения романа. К нашему счастью, в те годы журналы редко выходили вовремя, а русский вестник даже славился своим запаздыванием. Ноябрьская книжка выходила в конце декабря, декабрьская в начале февраля и так далее. А потому времени впереди было довольно. Фёдор Михайлович привёз мне письмо редакции и просил совета. Я предложил ему запереть двери для гостей и работать днём от двух до пяти, а затем приезжая к нам вечером диктовать по рукописи. Так мы и устроили. Поболтав с часочек, я садилась за письменный стол, Фёдор Михайлович усаживался рядом, и начиналась диктовка, прерываемая разговорами, шутками и смехом. Работа шла успешно, и последняя часть преступления, заключающая в себе около семи листов, была написана в течение четырёх недель. Фёдор Михайлович уверял меня, что никогда ещё работа не давалась ему так легко, и успех её приписывал моему сотрудничеству. Всегдашнее бодрое и весёлое настроение Фёдора Михайловича отразилось благотворно и на его здоровье. Все три месяца до нашей свадьбы у него было не более трёх-четырёх припадков эпилепсии. Это меня чрезвычайно радовало и давало надежду, что при более спокойной счастливой жизни болезнь уменьшится. Так оно впоследствии и случилось. Прежние почти еженедельные припадки с каждым годом становились слабее и реже. Вполне излечиться от эпилепсии было немыслимо, тем более, что и сам Фёдор Михайлович никогда не лечился, считая свою болезнь неизлечимую. Но и уменьшение, и ослабление припадков было для нас большим благодеянием Божиим. Оно избавляло Фёдора Михайловича от того поистине ужасного мрачного настроения, продолжавшегося иногда целую неделю, которое являлось неизбежным следствием каждого припадка. Меня же от слез и страданий, которые я испытывала, присутствуя при приступах этой ужасной болезни. Один из наших вечеров, всегда мирных и веселых, прошел совершенно для нас неожиданно очень бурно. Случилось это в конце ноября. Фёдор Михайлович приехал по обыкновению в семь часов, на этот раз чрезвычайно озябший. Выпив стакан горячего чаю, он спросил, не найдется ли у нас коньяку. Я ответила, что коньяку нет, но есть хороший херес, и тотчас же его принесла. Фёдор Михайлович залпом выпил три-четыре больших рюмки, затем опять чаю и лишь тогда согрелся. я поделся и и не знала, чем это объяснить. Разгадка скоро последовала. Проходя зачем-то через переднюю, я заметила на вешалке ватное осеннее пальто вместо обычной шубы Фёдора Михайловича. Я тотчас вернулась в гостиную и спросила, разве ты не в шубе сегодня приехал? Нет, замялся Фёдор Михайлович, в осеннем пальто. Какая неосторожность? Но почему же не в шубе? Мне сказали, что сегодня оттепель. Я теперь понимаю, почему ты так озяб. Я сейчас пошлю Семёна отвезти пальто и привезти шубу. Не надо, пожалуйста, не надо, поспешил сказать Фёдор Михайлович. Как не надо, дорогой мой, ведь ты простудишься на обратном пути, к ночи будет ещё холоднее? Фёдор Михайлович молчал. Я продолжал настаивать и он наконец сознался. Да шубы у меня нет. Как нет? Неужели украли? Нет, не украли. Но пришлось отнести в заклад. Я удивилась. На мои усиленные распросто Фёдор Михайлович, видимо, неохотно рассказал, что сегодня утром пришла Эмилия Фёдоровна и просила выручить из беды. Уплатить какой-то экстренный долг в пятьдесят рублей. Пасанок его также просил денег. В них же нуждался младший брат Николай Михайлович, приславший по этому поводу письмо. Денег у Фёдора Михайловича не оказалось, и они решили заложить его шубу у ближайшего закладчика. Причём усердно уверяли Фёдор Михайловича, что оттепель продолжается, погода тёплая, и он может проходить несколько дней в осеннем пальто до получения денег от русского вестника. Я была глубоко возмущена бессердечием родных Фёдор Михайлович. Я сказала ему, что понимаю его желание помочь родным, но нахожу, что нельзя им жертвовать своим здоровьем и даже может быть жизнью. Я начала спокойно, но с каждым словом гнев и горесть мои возрастали. Я потеряла всякую власть над собою и говорила как безумная, не разбирая выражений, доказывала, что у него есть обязанности ко мне, его невесте, уверяла, что не перенесу его смерти, плакала, восклицала, рыдала, как в истерике. Федор Михайлович был очень огорчен, обнимал меня, целовал руки, просил успокоиться. Моя мать услышала мои рыдания и поспешила принести мне стакан сахарной воды. Это меня несколько успокоило. Мне стало стыдно, и я извинилась перед Федором Михайловичем. В виде объяснения он стал говорить мне, что в прошлые зимы ему раз по пяти, по шести приходилось закладывать шубу и ходить в осеннем пальто. Я так привык к этим закладам, что и на этот раз не придал никакого значения. Зная я, что ты примешь это трагически, то ни за что бы не позволил бы Паша отвезти шубу в заклад, уверял меня сконфуженный Федор Михайлович. Я воспользовалась его раскаянием и взяла с Федора Михайловича слово, тут же я предложила ему восемьдесят рублей на выкуп шубы, но Федор Михайлович наотрез отказался. Я стала тогда упрашивать сидеть дома, пока не придут из Москвы деньги. На домашний арест Федор Михайлович согласился, взяв с меня слово, что я каждый день буду приходить к нему в час и оставаться до обеда. Прощаясь с Федором Михайловичем, я вновь просила простить меня за сделанную ему сцена. «Нет худо без добра», отвечал Федор Михайлович, «теперь я убедился, как горячо ты меня любишь. Не могла бы ты так плакать, если бы я не был тебе дорог». Я обвязала шею Федора Михайловича моим белым вязаным платком и заставила его накинуть на плечи наш плед. Весь остальной вечер я то мучилась мыслью, что Федор Михайлович разлюбит меня, узнав, что я способна делать подобные сцены, то тревожилась, что дорогою он простудится и опасно захворает. Я почти не спала, рано встала и в десять часов уже звонила у Федора Михайловича. Служанка успокоила меня, сказав, что барин встал и ночью ничем не болел. Могу сказать, что это был единственный бурный вечер за все три месяца до нашей свадьбы. Домашний арест Федора Михайловича продолжался с неделю и я каждый день приезжала к нему повидаться и подиктовать преступления. В одно из этих посещений Федор Михайлович меня очень удивил. В разгар нашей работы раздались звуки шарманки, игравшей из регулетто известную арию Ладонна Э Мобили. Федор Михайлович оставил диктовать, прислушался и вдруг запел эту арию, заменив итальянские слова моим именем отчеством Анна Григорьевна. Пел он приятным, хотя несколько заглушенным тенором. Кончилась ария, Федор Михайлович подошел к форточке, кинул монетку и шарманщик тотчас ушел. На мои расспросы Федор Михайлович объяснил мне, что шарманщик очевидно приметил, после какой именно пьесы ему бросают деньги, каждый день приходит под окно и играет только эту арию из регулетто. А я хожу и под этот мотив всегда напеваю твое дорогое имечко, говорил он. Я смеялась и притворно обижалась, что такие легкомысленные слова Федор Михайлович применил к моему имени. Я уверяла, что непостоянства нет в моем характере, и если я его полюбила, то уж полюбила навек. Увидим, увидим, смеялся Федор Михайлович. Эту арию шарманщика и пение Федора Михайловича я слышала и в следующие два дня и удивлялась верности, с которую он следовал мотиву. Очевидно, у него был хороший музыкальный слух. Как неразнообразно было содержание наших ежедневных бесед за это время, никогда не касались они тем нецеломудренных или скабрезных. Трудно было бы сдержаннее и деликатнее относиться к моей девичьей скромности и стыдливости, чем это делал мой жених. Его отношение ко мне можно характеризовать словами его письма, написанного уже после нашего брака. Письмо 17 мая 1867 Примечание Достоевской Письма Том 2 Пятая Шестая Страница Мне Бог Тебя вручил, чтобы ничего из зачатков и богатств Твоей души и Твоего сердца не пропало, а напротив, чтобы богато и роскошно взросло и расцвело. Дал мне Тебя, чтобы я грехи свои огромные Тобою искупил, представив Тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит. Да и вообще Федор Михайлович поставил себе целью беречь меня от всех развращающих впечатлений. Помню, однажды, придя к Федору Михайловичу, я стала перелистывать какой-то французский роман, лежавший у него на столе. Федор Михайлович подошел и тихонько вынул книгу из моих рук. «Ведь я же понимаю по-французски», сказала я, «дай мне прочесть этот роман». «Только не этот». «Зачем тебе грязнить воображение?» отвечал он. «Даже после свадьбы Федор Михайлович, желая руководить моим литературным развитием, сам выбирал мне книги и ни за что не позволял читать фривольные романы. Контроль этот иногда меня обижал, и я протестовала, говоря ему, «Зачем же ты сам их читаешь? Зачем грязнишь свое воображение?» «Я человек закаленный», отвечал Федор Михайлович, «иные книги мне нужны как материал для моих работ. Писатель должен все знать и многое испытать, но уверяю тебя, я не смакую циничных сцен, и они часто возбуждают во мне отвращение». То были не фразы, а правда. С такой же неприязнью относился Федор Михайлович к господствовавшей в те времена оперетке. Сам не ездил в Буф и меня не пускал. «Если уж есть возможность, — говаривал он, — идти в театр, так надо выбрать пьесу, которая может дать зрителю высокие и благородные впечатления, а то что засоривать душу пустячками?» Из совместной 14-летней жизни с Федором Михайловичем я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель Иван Сергеевич Тургенев считал Федора Михайловича циником и позволил себе назвать его русским маркизом Децат. В письме к Салтыкову Щедрину от 24 сентября 6 октября 1882 года Тургенев писал «Прочел я также статью Михайловского о Достоевском «Жестокий талант». Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление, а именно пресловутый маркиз десат Тургенев полное собрание сочинений и писем письма том 13 книга 2 Москва Ленинград 1968 год страница 49 Эту же мысль он высказал и в письме Канненкову от 25 сентября 7 октября 1882 года Глава 16 Главная наиболее дорогая нам обоим тема разговоров с Федором Михайловичем была, конечно, наша будущая супружеская жизнь. Мыслив, что я не буду разлучаться с мужем, стану участвовать в его занятиях, получу возможность наблюдать за его здоровьем и смогу оберегать его от назойливых, раздражающих его людей, представлялось мне столь привлекательной, что иногда я готова была плакать при мысли, что все это не могло скоро осуществиться. Свадьба наша зависела главным образом от того, устроится ли дело с русским вестником. Федор Михайлович собирался съездить на Рождество в Москву и предложить Коткову свой будущий роман. Он не сомневался в желании редакции русского вестника иметь его своим сотрудником, так как напечатанный в 1866 году роман «Преступление и наказание» произвел большое впечатление в литературе и привлек к журналу много новых подписчиков. О большом впечатлении, которое произвел роман «Преступление и наказание» на современников смотри «Воспоминания Страхова» в книге «Биография» страницы 289-290 и «Кони» в книге «Кони» собрание сочинений том 6 Москва 1968 год страницы 430-431 а также в книге «Замотин» 83-115 страницы где собраны отзывы русской периодической печати на опубликование «Преступление и наказание» «Кони» вспоминает о своей встрече с Майковом сразу же после выхода в свет романа «Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только что вышедшей книжке русского вестника первой части «Преступление и наказание» «Послушайте», сказал он мне «Что я вам прочту? Это нечто удивительное» и заперев дверь кабинета чтобы никто не помешал он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в петейном заведении а затем отдал мне на несколько дней и саму книжку до сих пор по прошествии стольких лет при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением оживает во мне испытанное тогда и ничем не затемненное и неизмененное чувство восторженного умиления вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью смотри также комментарии Фридлендера к академическому изданию романа в книге Достоевский том 9 345 356 страницы вопрос был лишь в том найдутся ли у журнала свободные средства для аванса в несколько тысяч без получения которых немыслимо было нам устраиваться новым хозяйством случая неудачи в русском вестнике Федор Михайлович предполагал немедленно по окончании преступления и наказания приняться за новый роман и написав его большую часть предложить его в другой журнал неудача в Москве грозила отодвинуть нашу свадьбу на продолжительный срок может быть на целый год глубокое уныние овладевало мною при этой мысли Федор Михайлович постоянно делился со мной своими заботами он ничего не хотел скрывать от меня для того чтобы для меня не было тяжелой неожиданностью та исполненная лишений жизнь которая предстояла нам обоим в будущем я была очень ему благодарна за откровенность и придумывала разные способы для уменьшения особенно мучивших Федора Михайловича долгов я скоро поняла что уплачивать долги при настоящем положении его дел было почти невозможно хоть я и мало знала практическую жизнь живя без нужды в достаточной семье но в эти три месяца до свадьбы я успела заметить одно весьма смущавшее меня обстоятельство как только появлялись у Федора Михайловича деньги одновременно у всех его родных брата невестки пасынка и племянников появлялись всегда неожиданные но настоятельные нужды и из трехсот четырехсот рублей полученных из Москвы за преступления и наказания на следующий день у Федора Михайловича оставалось не более тридцати сорока рублей причем никаких уплат вексельного долга не делалось а уплачивались лишь проценты затем опять начинались заботы Федора Михайловича откуда бы достать деньги для уплаты процентов жития и удовлетворения просьб его многочисленной родни такое положение дел стало не на шутку меня тревожить я утешал себя мыслью что после свадьбы возьму хозяйство в свои руки урегулируя выдачи родным предоставив каждому из них определенную сумму в год у Эмилии Федоровны были взрослые сыновья которые могли ее поддерживать сыновья Михаила Михайловича Достоевского и Эмилии Федоровны Достоевской Михаил Михайлович младший и Федор Михайлович младший о них смотри Володской 104-108 страница Анна Григорьевна Достоевская была недовольна денежными обязательствами принятыми на себя Достоевским по отношению к детям Михаила Михайловича Достоевского В Женевском дневнике Достоевской есть запись Бедный Федя Как мне его жаль Ведь навязалась же эта проклятая обуза ему на шею Мало ему своей Так нужно еще кормить разных чужих щенят Литературное наследство Том 86 Страница 174 Брат Николай Михайлович был талантливый архитектор и при желании мог бы работать Пасынку в его годы 21 пора было приниматься за какой-нибудь серьезный труд не рассчитывая исключительно на работу больного обремененного долгами отчима Я с негодованием думала обо всех этих праздных людях так как видела что постоянные заботы о деньгах портили доброе настроение Федора Михайловича и дурно влияли на его здоровье От постоянных неприятностей у него сильно расстраивались нервы и чаще наступали припадки эпилепсии Так и было до моего появления в жизни Федора Михайловича когда на время все изменилось Но я мечтала чтобы в будущей нашей совместной жизни здоровье его окончательно поправилось а бодрое и радостное настроение сохранилось К тому же будучи отягощен долгами Федор Михайлович должен был сам предлагать свой труд в журналы и конечно получал за свои произведения значительно менее чем получали писатели обеспеченные вроде Тургенева или Гончарова В то время как Федору Михайловичу платили за преступления и наказания по полуторасто рублей с печатного листа Тургенев в том же русском вестнике за свои романы получал по пятисот рублей за лист За публикацию романов «Преступления и наказания идиот бесы» Достоевский получил от редакции русского вестника по сто пятьдесят рублей за лист За роман «Подросток» от редакции отечественных записок по двести пятьдесят рублей и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» от редакции русского вестника по триста рублей «Смотрия Ильинский» «Смотрия Ильинский» гонорары Достоевского библиографические листы русского библиологического общества 1922 год номер третий страницы четвертая девятая За роман «Отцы и дети» Тургенев получал от русского вестника по четыреста рублей за лист «Дым» был предложен на тех же условиях «Смотрия письма Тургенева» Каткову от 23 марта 4 апреля 1862 года и 3 15 августа 1866 года в книге Тургенев полное собрание сочинений и писем письма том 4 Москва Ленинград 1962 год страница 365 том 6 Москва Ленинград 1963 год страница 93 Всего же обиднее было то, что благодаря нескончаемым долгам Федор Михайлович должен был спешить с работой Он не имел ни времени ни возможности отделывать свои произведения и это было для него большим горем Критики часто упрекали Федора Михайловича за неудачную форму его романов за то, что в одном романе соединяется их несколько что события нагромождены друг на друга и многое остается незаконченным Действительно, большинство критиков не поняло новаторскую форму произведений Достоевского Например, рецензент журнала «Дело» хвалит писателя за гуманные чувства, вдохновлявшие его при создании братьев Карамазовых, но сам роман признается крайне неудовлетворительным в художественном отношении «Дело» 1881 год, номера 2-й, 4-й, а бойкий критик Чуйко пишет о братьях Карамазовых «Роман местами блестит страницами породительного таланта, но весь в целости состоит из каких-то несообразностей и нелепостей, а потом до крайности надоедает длиннотами и повторениями». Новости 1880 год, номер 347. Сам Достоевский порой относился к масштабности своих романов, их многотемности, как к недостатку, вместе с тем понимая, что иначе он не может и не хочет писать. «Вы ужасно метко указали главный недостаток», писал он Страхову. «Да, я страдал этим и страдаю, я совершенно не умею, до сих пор не научился совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Но есть и того хуже. Я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам». Достоевский, письма, том 2, страница 358. Однако Достоевский одновременно и утверждал, что не знает ничего реальнее именно этих вот тем, то есть самых острых, самых проклятых. Там же том 4, страница 57. Суровые критики не знали, вероятно, при каких условиях приходилось писать Федору Михайловичу. Случалось, что первые три главы романа были уже напечатаны, четвертая набиралась, пятая была только что выслана по почте, шестая писалась, а остальные не были даже обдуманы. Сколько раз я видела впоследствии искреннее отчаяние Федора Михайловича, когда он вдруг сознавал, что испортил идею, которую так дорожил, и что поправить ошибку нет возможности. Еще раньше, до встречи с Анной Григорьевной, Достоевский писал 17 июня 1866 года Корвин Круковский. Я убежден, что ни единые из литераторов наших бывших и живущих не писали под такими условиями, под которыми я постоянно пишу. Тургенев умер бы от одной мысли, но если б вы знали, до какой степени тяжело портить мысль, которая в вас рождалась, приводила вас в энтузиазм, про которую вы сами знаете, что она хороша, и быть принужденным портить и сознательно. Письма, том 1, 438 страница. Смотри также письма Достоевского по поводу романа «Идиот» к Ивановой от 10 апреля 30 марта 1868 и Майкову от 7 ноября 26 октября 1868 года. Письма том 2, 111, 139 и 141 страницы. Сравни также воспоминания Достоевской 1881 год. Первое полное собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского, публикация Белова, книга, исследования и материалы, сборник 23, Москва, 1972 год, страница 193, 202. Сокрушаясь о тяжелом материальном положении моего жениха, я утешала себя мыслью, что в недалеком будущем, через год, я буду иметь возможность коренным образом помочь ему, получив в день моего совершеннолетия завещанный мне отцом моим дом. Моим родителям принадлежали с конца сороковых годов два большие участка земли, около двух десятин, расположенные по Ярославской и Костромской улицам. На одном из участков находились три деревянных флигеля и двухэтажный каменный дом, в котором мы жили. На втором участке были выстроены два деревянных дома, один отдан был в приданное моей сестре, другой предназначался мне. Продав его, можно было получить тысяч более десяти, которыми я и хотела уплатить часть долгов Федора Михайловича. К большому моему сожалению, до совершеннолетия я ничего не могла предпринять. Моя мать уговаривала Федора Михайловича сделаться моим попечителем, но он решительно отказался. Дом этот назначен Ане, говорил он, пусть она и получит его осенью, когда ей минет двадцать один год. Мне же не хотелось бы вмешиваться в ее денежные дела. Федор Михайлович, будучи женихом, всегда отклонял мою денежную помощь. Я говорил ему, что если мы любим друг друга, то у нас все должно быть общее. Конечно, так и будет, когда мы женимся, отвечал он, а пока я не хочу брать от тебя ни одного рубля. Мне думается, что Федор Михайлович хорошо понимал, как фантастичны были иногда нужды его родных, но, не имея силы отказывать им, не хотел удовлетворять их просьбы моими деньгами. Даже тех двух тысяч, что предназначались моими родными мне на преданное, он не хотел касаться и уговаривал меня купить на них все, что мне хочется для моего будущего хозяйства. С умилением вспоминаю, как Федор Михайлович рассматривал и укладывал в футляры серебряные ножи и вилки, только что мною приобретенные, и всегда одобрял мой выбор. Он знал, что от его похвалы я так и засияю и любовался на мою радость. Особенно любил он смотреть мои новые платья, и когда их привозили от портнихи, заставлял их примерять и ему в них показаться. Некоторые, например, вишневого цвета, до того ему нравились, что он просил меня остаться в нем на весь вечер. Федор Михайлович заставлял меня примерять и мои шляпы, и находил, что они мне чрезвычайно идут. Он всегда старался сказать мне что-либо доброе и приятное, и тем меня порадовать. Сколько истинной доброты, сколько нежности было в его любящем сердце. Глава семнадцатая Быстро промчалось время до Рождества. Федор Михайлович, последние годы почти всегда проводивший праздники в семье любимой сестры Ивановой, решил и на этот раз поехать в Москву. Главную целью поездки было, конечно, намерение предложить Коткову свой новый роман и получить деньги, необходимые для нашей свадьбы. Последние дни перед отъездом Федор Михайлович был очень грустен. Он успел полюбить меня, и ему тяжело было со мной расставаться. Я также была очень опечалена, и мне почему-то представлялось, что я его более не увижу. Я ободрилась и скрывала свою печаль, чтобы его еще более не расстроить. Особенно грустен он был на вокзале, когда я приехала его проводить. Он очень нежно смотрел на меня, крепко пожимая мне руку, и все повторял, еду в Москву с большими надеждами, а как-то мы свидимся, дорогая моя Анечка, как-то мы свидимся. Его тяжелое настроение особенно усилилось благодаря нелепой выходке Павла Александровича, также приехавшего на вокзал вместе с племянниками Федор Михайловича. Все мы вошли в вагон посмотреть, как поместился Федор Михайлович, и Павел Александрович, желая выразить свою заботу об отце, вдруг громко сказал «Папа, не вздумайте лечь на верхнюю постель. Как раз вас хватит подучая, свалитесь на пол, тогда и костей ваших не соберешь». Можно представить, какое впечатление произвели эти слова на Федора Михайловича, на нас и на всю окружавшую нас публику. Одна из пассажирок, должно быть дама нервная, минуту спустя попросила проходившего через вагон носильщика перенести ее вещи в дамское отделение, так как здесь, кажется, будут курить. Вагон был для некурящих. Вся эта история чрезвычайно расстроила Федора Михайловича, не любившего говорить в публике о своей страшной болезни. Да и мы, провожавшие, были сконфужены, не знали, что говорить, и очень обрадовались, когда раздался второй звонок, и пришлось уйти из вагона. Возмущенная выходкой Павла Александровича, я не удержалась и сказала, «Зачем вы рассердили бедного Федора Михайловича? А очень мне нужно. Рассердился он или нет? Отвечал Павел Александрович. Я забочусь о его здоровье, и зато он должен благодарить». В таком роде были всегда заботы Павла Александровича, и, конечно, не могли не раздражать его отчима. Из Москвы Федор Михайлович прислал мне два милых письма, очень меня обрадовавших. Письма от 29 декабря 1866 года и от 2 января 1867 года. Смотри письма, том 1, 450, 454 страница. Я перечитывала их десятки раз и с нетерпением ждала его возвращения. Федор Михайлович пробыл в Москве 12 дней и успешно окончил переговоры с редакцией «Русского вестника». Котков, узнав о намерении Федора Михайловича жениться, горячо поздравил его и пожелал ему счастья. Просимые же в виде аванса 2000 обещал выдать в 2-3 срока в течение наступавшего января. Таким образом явилась возможность устроить свадьбу до Великого Поста. Присланные из Москвы 700 рублей были как-то мигом розданы родным и кредиторам. Федор Михайлович каждый вечер с ужасом говорил, что деньги у него тают. Это начало меня беспокоить и когда получились вторые 700 рублей, то я стала просить хоть что-нибудь отложить на свадебные издержки. С карандашом в руке Федор Михайлович вычислил все расходы по церкви и устройству приема после венчания. Он наотрез отказался, чтобы моя мать взяла расходы на себя. Вышло рублей около 400 или 500. Но как сохранить их, когда ежедневно появляются все новые и новые нужды у его многочисленной родни? «Знаешь, Аня, сохрани мне их», сказал Федор Михайлович, радуясь удобной отговорки предродными, когда те станут просить денег, и на другой же день привез мне 500 рублей. Передавая деньги, он комически торжественно сказал «Ну, Аня, держи их крепко, от них зависит наша будущая судьба». «Как не спешили мы со свадьбой? но не могли устроить ее ранее половины февраля. Надо было найти новую квартиру, так как прежних четырех комнат было для нас мало. Прежнюю квартиру Федор Михайлович уступил Эмилии Федоровне и ее семье, обязавшись уплачивать за нее 50 рублей в месяц. Выгоды этой квартиры состояли в том, что хозяин дома, богатый купец Алонкин, очень почитал Федор Михайлович как великого трудолюбца, как он про него выражался, и никогда не беспокоил напоминанием о квартирной плате, зная, что когда будут деньги, Федор Михайлович сам их принесет. Я к заутренней иду, а у него в кабинете огонь светится, значит трудится, говаривал он, примечание Достоевской. И Федор Михайлович любил беседовать с почтенным стариком. С его внешности, по моему мнению, Федором Михайловичем нарисован купец Самсонов, покровитель Грушеньки в братьях Карамазовых, примечание Достоевской. Для нас Федор Михайлович нашел квартиру на Вознесенском проспекте, в доме Толя, ныне номер 27, прямо против церкви Вознесения. Вход был внутри двора, а окна квартиры выходили на Вознесенский переулок. Квартира была во втором этаже и состояла из пяти больших комнат, гостиной, кабинета, столовой, спальни и комнаты для Павла Александровича. Пришлось выждать, пока отделают квартиру. Затем перевести вещи Федора Михайловича, мою обстановку и прочее, и прочее. Когда все было готово, мы назначили свадьбу на среду предмасленной 15 февраля и разослали приглашение друзьям и знакомым. Возьмите